Перед тем, как мы уйдем больше ваше настроение, пожалуйста, у меня есть вопрос, который я хотел бы вам задать. Дело в том, что мы с Ириной найдем 10 мастерских с вами, а большая часть из вас. А на следующем мастерской коуче вы же идут в другую лабораторию, а у нас останется только наш деватер, наш учатель. И мы с вами будем работать в течение 10 мастерских. Вопрос следующий. Чего вы ожидаете от наших мастерских? Чего вы ожидаете? Сейчас Ирина вам раздаст, я помогу, Ирина Васильевичу всем. Раздаст вам стипы, Ирина Васильевичу. Пожалуйста, напишите на них свои ожидания от наших мастерских. Все понятно задание? Есть вопросы, что нужно делать? Нет, подписываться не обязательно. Это можно сказать, что это. Задание на работе. Ожидание на работе. Придем. Отпустите. А может, они заняты? Вот, но у любителей с ними. Их может быть много. Может быть много. Какие им длина? Все в том, что это было. А это анонимно? Конечно. Если пишете плохие вещи, то нет, подписывайте. Попробуйте написать, может быть. А мне надо. Сейчас. Друзья мои, на все это 3 минуты, пожалуйста. Как можно мы сегодня? Как можно мы сегодня? Мы будем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Завершили? Да, уже 3 минуты встекают. Сейчас округляемся. Через буквально 15 секунд. Одна из причин, почему мы просили вас писать это анонимно, потому что вы сейчас будете освучивать ваши ожидания. Можем идти по очереди, можем идти как хотим, по желанию, кто будет волонтером, как хотите. Просто вам просто необходимо будет зачитать ваши пожелания, точнее ваши ожидания от наших мастерских. И все. Кто на счет? Пожалуйста. Ну пожалуйста, давайте. Ну, я как тренер, поэтому мне бы хотелось перенять опыт работы по подготовке, где базовому тренеру будет экстра, а также хотелось бы нахвататься, условно говоря, в методах и приемов работы в сфере информального образования. Ну, вот, то, что я думаю, это очень хорошо. Хорошо, спасибо. Соседичи? Идем попробую, да? Я еще начинающий дебюзер, и я, наверное, хотела бы узнать много о дебатах, узнать какие-то тонкости и секреты. Ну, я, как бы, уже не вошел в эти опыты дебатах, но тем не менее, я бы хотел узнать о новых хитростях при речи спикера, как завлещих, внимание судей, толпы к себе, и, как бы, вот, напоказаться на выступление, очень понравились речи абсолютно всех спикеров. А Собертатор Лава. Да, да, да. Он и Слава. Да, ну, вот, я бы хотел бы обладать таким. Научиться четко сфере... Ребята, я вас прошу, да? Может быть, вы будете называть свое имя еще, да? Вот, вернемся к тем, кто будет. Татьяна, Вероника. Да. Да. Спасибо. Да, Богдан. Я бы хотел бы научиться разным интересным приемам дебатов и получить различные знания. И научиться правильно конструировать свою речь. Меня зовут Дмитрий. Я бы хотел научиться... Ну, я ожидаю, что после посещения этой мастерской я научусь более четко и структурированно. Проводить. Меня зовут Скидзо и я хочу научиться хорошо написать скидз. Спасибо. Меня зовут Солома, я очень долго играю, но я хочу хорошо научиться, как правильно защищать свое мнение. Я хочу вообще новые вещи. Новые вещи. Да. Чего-то нового. Ну, я знаю, повторенькие за... За дебаты. В дебаты. Хорошо. Меня зовут Василина. Мне было бы интересно систематизировать все информации по дебатам и узнать более подробно какие-то особенности и подготовки проведения. Солома, я хочу улучшить навыки в своих дебатах, так же понять более точную структуру его и так же, если вы какие-то ошибки испадаете. Спасибо. Меня зовут Киритон и я играю в этот год. Дом у нас мало команд и нет движения опыта. Вот здесь, здесь приехали люди с разным уровнем, с разными знаниями. Мне бы хотелось что-то аккуратно подсмотреть, что-то вынести самое лучшее и браться с такого бесценного опыта, который я, надеюсь, в дальнейшем смогу дома продемонстрировать. А, Итон, у вас это все поместилось на стипе? Да. Супер. Мы подсмотрели, но я все покажу, все расскажу. Меня зовут Олег. Самое важное, что я хотел бы получить здесь, это единое представление, не унифицированное представление о формате. На фоне понимания развития в подходах. Второе, это опыт коучинга, естественно, разнообразный. И третье, ну, много друзей. Спасибо. Меня зовут Наталья из Томска. Гадится новый опыт, новые знакомые единомышленники, новые приемы методов. Я думаю, что вы уже это слышали. Меня зовут Ирина, я из Львути. Я хочу, чтобы ребята, которые объединились со мной в команду и имеют немного опыта, на этом тренинге узнали больше о дебатах. Спасибо. Из Армении, у нас по этому формату не было дебатов, то есть новички в этом, но по моему формате, поэтому я бы хотела узнать, как помочь в моей команде работать. Да, еще так, как делать, чтобы мне было скучно. Я бы хотела научиться хорошо дебатировать, быть увереннее в себе и, конечно, коммунировать об этом дебаты. Меня зовут Наташа, я из Украины. Мне хотелось бы узнать что-нибудь новое, что в дальнейшем у меня может, ну, именно в лифе, в дальнейших раундах. И узнать, как с детства все публично. Это очень интересно. Меня зовут Ангель, я из Голландии, мне бы хотелось практического опыта, примера, меньше теории, больше заданий и каких-либо тимулирующих донадок. Сейчас, простим, спасибо. Один шпикер на двойку, один шпикер на двойку, командная работа. Меня зовут Монош, есть Москвы, нет предела совершенства, так что я жду совершенства. Я Эдгар из Армении, хочу просто усовершенствовать свои навыки и связанные с собой. Ну так, просто. Я ирак, есть люди, я хочу то же самое, что я все хочу. И все, я радуюсь, что после этого у меня поросло много друзей, много знаний, много опыта, и я задумываюсь просто. В Максим, Эстония, я приехал за обмену международного опыта дебатирования, во-первых, и во-вторых, мне интересны вы все, как люди, дебатеры и просто интересные люди. Здравствуйте, я Тома, и конкретно опять я в Монсерске, я хочу перенять ваше уверенность, сделаю мое выступление, и ничего. Нет, вот Рената, я из Беларуси, мне интересно, как вот кейсы, значит, так, что да, ту вещь строишь, как, ну не знаю, вот любвечу себя, внимая, какими-то жестами, какими нормальными, ненормальными, чтобы было интересно тебя слушать, и ты к себе у тебя не был на деле. Спасибо. Здравствуйте, классные. И, ну, я бы хотела послушать и понять все советы, которые вы будете создавать, ну, как бы принять их и использовать потом, ну, получить опыт, и хочу, как бы, вообще, ну, получать улучшить свой. Ну, как это вообще? Нет! 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 Ой, я не говорю. Нет, я не могу слово сказать. Полотышке скажи. Ну, да, близко. Пылой. Усё, 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 усё. Усё, 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 усё. Вот. Ну, чтобы я могла, как бы, вону лент свои идеи, как бы, ну, во время дела, как бы, ну, что-то там не было, а-а-а, что говоришь, ну, как бы, ты сдалась, спокойно говоришь, и потом ты хочешь к этой идее. И, ну, и на громче, всё. У меня зовут Ирина, я из Матрусси, и я хотела бы здесь научиться как бы именно точной структуре речи, правильности и построения и верной такой бесферной аргументации. Я из Эстонии, я хочу знаний, о том, что все говорили, и хочу, что учить к цели. Здорово, пицца! Да. Спасибо. Можно уточнить? Ну, что, конечно, учитывайте. Ну, как бы, Стане у нас за это поссали, это мы все... О, не помню. Дебат, я так понимаю. Да, хорошо. Горьем спокойно. Уже легче. Я просто ничего не даю, я скажу. Да, и дальше. Меня зовут Алиева, я из Голландии. И я, как начинающий в Неволгос, хотелось бы научиться правильному ведению дебат или выступлению дебат или приемному, который используется дебатом. Здорово. Меня зовут Николь, я из Латвии. Я хочу очень набраться опытом, потому что это первый мой выезд. Я еще никогда не запасирую, поэтому хочу набраться. Меня зовут Саша, я из Питера. Но от данной мастерской я, во-первых, хочу совершать свое выступление перед публикой, набраться больше опыта, набраться каких-то новых данных приемов. И от самой мастерской я жду больше интерактива и доброго пана. Спасибо. Не выполненные задачи буквально. Итак, что мы делаем сейчас, друзья мои? Так как мы с вами написали на стикер, если я не желаю, пожалуйста, вы ничего не забирайте, не эвакируйте, потому что вы видите сейчас, где нарисуют дерево. Как мы поднимем роли? Дерево. И это называется дерево-ожиданием. Мы будем надеяться, что ваши ожидания когда-нибудь сейчас будут в цветочке, но когда-нибудь будут приобретаться вкусные ягодки. И для этого, пожалуйста, можем сейчас вот все вставать. Если у кого нет, какие листочки, помогайте листочкам. Вы представляете надеть на свои ожидания. И у кого нет, какие листочки, помогайте. И у кого нет? Поехали. И у кого нет, какие листочки. Опять. Опять. Позвольте. А вот, нет. Зачем? Позвольте. У меня. Сумер. Что? Да. Я нам покажу. У меня. Субтитры делал DimaTorzok 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 То есть это тоже входит в наше правило по тертинам, да? Внешне активность и внутренне. Согласны? Хорошо. Что еще? Есть хорошее правило 3b. Понять, принять и поддержать. Спасибо. Хорошо. Понять, поддержать. Понять, принять и поддержать. Все ли готовы? Для всех при комфортно это правило. Понять, принять и поддержать. Принять не в смысле согласиться. Принять, что у другого человека другая, например, позиция. Это же принятие, правда? Пишем? Будет наше правило? Да. Надо позвать 3b и все-таки расписать. 3b. Запомнили? Понять, принять и поддержать. Так что... Самое главное, что мы не принимаем на тушь. Давайте дальше. Еще есть предложение? Да. Если бы был доцент, то не усмеются по струне. Отдельно пропишем, кроме 3b. Как остальные? Как остальные? Готовы, да? Будьте нормальным. Спасибо. То, что я из бишлега, тоже будьте, пожалуйста, не толеранты, не тортоженникам. Я еще хочу про мобильный телефон. Это надо звук выключать. Подарить тренеру айфон. Подарить тренеру айфон. Это будет правило ПТ. Подарить тренеру айфон. Как? Готовы, да? Выключаем звук во время работы. Готовы? Я думаю. Хорошо. Мы не хотим, чтобы вы их выключали. Мы не хотим, чтобы вы их выключали. Ты что, на режим переверните, пожалуйста? Ну, отключите на лезвие режима. Потому что, если я телефон переверю, то в общем, он сочиняет шло. Ага. И еще один. Давайте я выключаю. Есть еще предложение, друзья мои? Еще одно, пожалуйста. Наверное, я правильно не хочу. Я приехал из Центральной Азии, где люди очень-очень размеренно живут. И когда мы говорим о том, что нужно прийти в час, они могут себе позволить прийти в полсмены в дорогах. Потому что они говорят, ну я уже пришел в час. Вот. Мое предложение было, пусть мы тоже. Понимаете? Да. Нормально? Наверное, это распространяется и на выполнение заданий, да? То есть вы знаете, что у вас пять минут, то вы не начинаете где-то там собираться, потом еще что-то, и в последнюю минуту вспомнить, что а, уже пять минут, да? То есть быть пункциональными и прийти в баллоне заданий тоже, так? Угу. И ты с вами. Вам еще? О, у вас есть. У меня уже есть театр. Думаю достаточно. Да. Ну давайте еще раз мы пройдемся по нашему соглашению. Первое, на самом деле, у нас соглашение. Слушать другого человека. Второе, если мы хотим о том говорить, необходимо поднимать руки. Это правило поднято руки. Третье, это будьте активными, пожалуйста, будьте активными, участвуйте активно в наших ассессиях, блоках, упражнениях. Четвертое, это 3B. Это первый раз, кстати, в моей практике, когда я такое правило. И еще раз проговорить, да? Понять, поддержать, поддержать. И, естественно, переводите, пожалуйста, свои телефоны в режим без шуток. И самое наше последнее, это будет пунктуально. Ему все понятно, да? Да. Хорошо. Мы с Ириной будем очень-очень сильно надеяться за то, что мы будем все придерживаться наших соглашений, наших правил, чтобы наша работа практиковала. Ну а что мы будем делать, если кто-то не будет добавляться? Айфон. А, включаем правильный подарит рейд на айфон. Включаем. Мне нравится эта идея. Мы умеем его сюда выкачать. Вы хотя бы с одним айфоном, я надеюсь, кто-то нарушит правильный. Все, думаю, понятно. Хорошо. Друзья мои, тогда давайте перейдем уже к самой непосредственно работе. Я хочу вам немножечко маленькое введение сделать, чем мы будем заниматься вообще в течение 10 мастерских. Как сегодняшняя непосредственно мастерская пройдет и вообще какой у нас режим работы. Да. В первую очередь мне хотелось бы... В первую очередь мне хотелось бы застать внимание на то, что у нас очень... 10 мастерских это кажется, что это много. На самом деле в каждом мастерской максимум это 2 часа. Сегодняшняя, например, первая. Но у вас кормили по полтора или на две больше. И в среднем мы где-то будем тратить около полутора часов на мастерскую. Будем собираться постоянно здесь. Это наше место работы. Ну, кроме получившихся, мы покупаем отдельную введь после этого. После этого это мастерская. Вот. Вы все знают, что удобство снаружи, если кто-то хочет выйти, с проблем выходить, но не надо нас отстрашиваться. В течение 10 мастерских мы постараемся вам дать все возможные наши навыки, все возможные информации и вообще знания, связанные с дебатами. Вы сами получали расписание. Всего форума там, в принципе, все обозначено. В рамках, в принципе, этих обозначенных сессий и мастерских мы постараемся дать все, что мы можем вам. Если касаться непосредственно нашей, вот этой мастерской, то мы сегодня рассмотрим, в первую очередь, это анализ темы, интерпретации или роли дефиниции наших действий. И в рамках, опять же, этой мастерской мы рассмотрим, как составлять дефиниции, мы рассмотрим, как анализировать непосредственно тему, какие могут быть классификации тем для анализа и так далее. В принципе, вот такая у нас работа будет. Вот так вот работа будет сегодняшняя мастерская протекать, и мы эти вещи с вами рассмотрим. Давайте вспомним, какая у нас первая тема. Как она? Государство должно поддерживать иностранные экологически чистые компании, а не отечественные загрязняющие окружающие службы. Давайте посмотрим на эту тему, читаем все в нее, слушаем все в нее, и я предлагаю вам сейчас попробовать выделить в ней ключевые слова. Какие вы думаете в ней ключевые слова в этой теме? В этой теме. Именно по очереди, да? Слушая другого, говорите по очереди. Итак, здесь была. Поддержка. Само слово «поддерживать» ключевое или государственная поддержка? Именно государственная поддержка должна быть. Угу, угу, угу. Никитина used to be our dalaton?" – Поддерживать? Нет. Я спрашиваю поколюことей хотите поддерживать? И здесь была… Именно государственная поддержка. Так. Экологически чистые. – Экологически чистые. Отечественные Иностранные Отечественные, соотечественные, иностранные Еще было предложение там было еще? Есть еще какие-то загрязняющие? Ну или для удобства, чтобы долго не говорить, да, экологически грязные Это можно так, или это разные? Как думаете? А, вот здесь вот, да? И грязные, да? Ну, да, тут должно быть кавычка Еще есть какие-то ключевые слова нашей формулировки темы номер один? Что еще? Ситуация выбора Ситуация выбора Хорошо, еще Следующий вопрос звучит так А какие еще слова остались, да, в этой теме? Мы все разобрали на слова Государство А, осталось государство Ну, у нас есть государственная поддержка В, В Осталось В, да, предлог Ага, есть еще какие-то мысли о том, какие ключевые Хорошо Тогда давайте посмотрим Вот из этого перечня Как вы думаете, все-таки Да? На каких словах стоит остановиться? Ну, я этот вопрос повешу Да, я его так вот оставлю здесь Мы к нему чуть позже вернемся Чтобы у нас было время подумать А теперь, когда мы выделили ключевые слова А, ну, у каждого было свое видение И поэтому набор, получается, у нас достаточно большой Мне такой вопрос Вот каким образом дать определение этих словах? Давайте поговорим по понятию Да? Ага Дефиниция Слово знакомое? Да Дефиниция Что такое дефиниция? Да Да, я сказала, что такое дефиниция Пояснение слов, которые не очень могут быть понятны Или понятны по-разному, да? Как еще можно сказать? Да Определение слова Определение слова Определение значения слова Точное значение Хорошо Спасибо Которое будет рассматриваться в данной ситуации То есть значение, на основе которого потом будет строиться все остальное Да? Не точное определение, а именно в случае В рамках контекста, да? Да, в данной те же Спасибо Вот все сошли на том, что это передача значения, да? Слово Определение понятия А как давать вообще определение какому-то понятию? Вот можете ли вы попробовать сформулировать какой-то такой пошаговый алгоритм? Вот так, вот так, вот так И мы пришли, и у нас получилось определение Вот давайте попробуем молочный продукт И тогда уже будет понятно, что это не к картошке, что это не к, например, к фруктам, да? Это не к мясу, это вот именно молочный продукт То есть мы от класса перешли, сузили там, перешли к роду или виду Угу, определение, родовое понятие Какой следующий шаг? Вот, ну ладно, пока не показывайте Потому что группа очень продвинутая Вот фактически сами уже фонулируют алгоритм, да? Какой следующий шаг, ребята? Смотрите, мы сказали, кошка это животное Потом уточили, кошка это домашнее животное Какой следующий шаг? Вот, например, я один раз так спрашивала у участников своего тренинга Кошка это домашнее животное, которое живет у моей тети Окей, тети точно и животное Химия это наука, которую преподают в нашем университете Третий шаг Какой третий шаг? Ну, то, что я вам сейчас сказала, там был третий шаг Но немножко не в ту сторону, да? Какой третий шаг? Что мы делаем? Кошка это домашнее животное Что дальше? Есть еще домашнее животное? Четыре модели характеристики Характеристики Итак Майка Писать пример, как выглядит, то есть, когда, например, кошки длинные шерсти Да, длинная шерсть Она маленькая, например, да? А то, что она живет у моей тети, это характеристика кошки? Нет Это характеристика данной Ее зовут Мурка, да? Ну, это не характеристика кошки вообще То есть, характеристики могут быть второстепенные и основные Когда мы делаем третий шаг, давай определение понятия Мы говорим о каких характеристиках? Об основных характеристиках Да, не про тетю, а про семейство кошачьих, да? Итак, следующий там у нас шаг Давайте Какие тут у нас примеры по поводу березы? Там, первое было, береза это дерево Потом от класса переходим к роду или виду, как будет звучать Береза это какое дерево? Литвенное дерево Литвенное дерево Да, а теперь же мы называем видовые характеристики Имеющие ствол белого цвета, с черными пятнами и так далее Да, философия наука и далее ее видовые характеристики Отличие от всех других наук Итак, у нас получилось в нашем алгоритме сколько шагов? Три Три Кто хочет пошагать? Возможность встать со своего удобного кресла Спасибо Вы можете взять любое очень простое слово И вот так шага его определять То есть мы имеем только слово, а в конце пути мы хотим иметь определение полное Портрет Это произведение художественное, которое изображает человека Окей, аплодисменты, спасибо У меня такой вопрос классно получилось Четко акцент на алгоритм Вот если я подумала, что это Ну вот, меня ничего не интересует, кроме музыки Могу ли я, имея ваше определение Догадаться, что это не музыкальное произведение? Как? Как? Что было так не высказанного? Изображено Ну я живу только музыкой, как в Черленис Он писал, как в Черленисе Он изображал и нотами тоже изображал Вот он уникальный был человек Он умел писать Он был живописем И музыкой он тоже писал картреты У него есть такие картреты На котором изображено? Художественное Ну художественное произведение Да, это может быть книга Да, это может быть книга Это может быть музыкальное произведение Да, давайте подумаем Что нужно здесь добавить Чтобы максимально четко сформулировать Их линия Чтобы вот не возникло ни у кого Другого видения Да, чтобы нас поняли Это наша цель Изобразительное искусство Да, да, то есть Может быть художественно немножко широко Произведение изобразительное искусство Или можно там живописи Да, угу Хорошо, отлично Уточнили Ну портрет расставовое То есть снова может быть Это уже будет что? Что это будет в определении? Это будут характеристики Которые, ну Просто для слова портрет Могут быть здесь второстепенные Это уже потом После того, как вы дали это определение Мы можем уточнять еще Что могут быть разные виды Да, согласен? Спасибо Хорошо Кто еще хочет попробовать? Учитывая уже наши тонкости Все, которые мы заметили Пожалуйста Любое слово И три шага Так Кошка Кошка Сапордажный крюк С несколькими концами Применяемый пиратами В 18-17 веках Карибского бассейна Спасибо Аплодисменты Вот видите, да Как здорово Спасибо Сколько было шагов Прошел весь путь Не свернул Нет Что было первое Кошка Это Сейчас мы девушек Продостируем Саша Кошка Это Что было первое Первый шаг Это крюк Это какой Это крюк Это крюк И абордажный Вот смотрите Классно, да С другой стороны Девушки Задумались Знаете, вы в дебатках Дебатируете Тут у вас Мужская команда И вы так хорошо Ориентируетесь Во всех абордажных Крюках А тут у вас женская команда Они вообще Не понимают Что такое слово Абордажный Окей Да Ну крюк Еще ладно Я так допускаю Представлю Да Вот Но абордажный Нет Давайте пойдем По нашему алгоритму Первое Это Класс Явлений Вот Абордажный Наверное Это Ну во-первых Очень понятно Не всем Да Мы стараемся В определении этого избегать А Крюк Это уже Вот вторая А второй Кажется шаг А какой первый Вот Какому классу Это предмет Хорошо Еще Давайте уточним Какой предмет Если предмет А Нет Вот видите Животное Да Снаряжение Какое Какое Мужская часть Помогать А Крюк Корабельное Корабельное Нет Военное Снаряжение Может морское Морское Корабельное И это Девушке Сказать Морское Корабельное Снаряжение Да Это первое А теперь Мы Отделяем Эту Кошку От всех Других Видов Морского Корабельного Снаряжения Да Делаем Второй Шаг Да Второй Шаг Это Морское Корабельное Снаряжение Является Да Похожее На Крюк Да И имеющая Форму Крюка Да И дальше Видовые Характеристики Используются Да Ну например Для Цепляния К другому Кораблю Переношу На простой Женский Язык Морскую Терминологию И так далее Спасибо большое Что вы взяли Этот пример И мы смогли Увидеть Еще Больше Тонкости В определении Понятия В этом Простом Вроде бы Алгоритме Ну давайте Закрепим Еще Кто хочет Пройти Этот Путь От Какого-то Неизвестного Может быть Простого Слова Может даже Известного Как мы его Можем объяснить Человеку Который Вообще Не знает Что это Такое Используя Наш алгоритм Наш путь Из трех Шагов Попробуйте Простой Да Какое-то Простой Например Стул Стул Это вещь Из дерева На которой Сидят Плодисменты Скажите Пожалуйста Если Вы Скажете Что Это Стул Вот Такое Определение Вы слышите То Увидев Табурет Или Увидев Скамейку Вы скажете Это стул Нет Ну я читал Такое Определение И Да Вот говорят Если Такое Определение Вы слышите Я представлю Девянный Пень И Он говорит Это стул И это будет Правильно Потому что Меня так Научили Я такое Определение Прочитала И услышала Мне так Объяснили Что происходит В нашей Голова Как сложно Давайте посмотрим На это Определение Первое Был шаг Нужно Классу Явление Отнести Итак Стул Это Вещь Это Хорошо А давайте Поуже Это Предмет Мебели Это Домашняя Привет Домашняя Мебеля А в офисе Может стоять Может и у нас Тоже стоит Хотя мы пока Не дома Да Хорошо Значит Это предмет Мебели Что дальше А стулья Мывают только С дерева Когда мы Идем В кафе Там Пластиковый Стуль Мы будем Говорить Это не стул Потому что Нам в определении Это была Такая характеристика Основная А не основная Это не основная То есть Он может быть Сразу Поэтому мы Ее упускаем Вообще Итак Предмет Мебели Как отделить От столов От На нем сидят Предназначенные Для сидения А дальше А дальше Нам нужны Такие характеристики Которые отделят Его От других Предметов Мебели Для сидения Он Со спинкой Да Может быть На Четырех ногах Да Так Со спинкой Это мы уже отделили От табурета И скамейки Но Это уже Отделили Да Еще добавляйте Без подлокотников Одноместные Да Сдул Это идея Хорошо Ага Еще что Без подлокотников Чтобы от кресла Да Он без подлокотников Правильно Спасибо большое Супер Еще Иногда неудобно Например Когда сидишь Вдвоем Одноместный Вот Сказал Человек Одноместный Пошел Одноместный Поменяйте с ним Пусть он тоже Здесь просит И не будет Говорить Что стол Одноместный Хорошо Отлично Спасибо Молодцы Ну а теперь Давайте Давайте Теперь Вот С этим Умением Идти По этому Пути Как Давать Определение Понятия Давайте Попробуем Вернуться К нашей Теме И определить Дефиниции По этой Теме Вы Видите Что У нас Много Было Предложений По Квозу Ключевых Слов Да И я Повесила Вопрос Вот Какие Все-таки Вы Думаете Обязательно Две Три Два Три Словосочетания Или Два Три Слова Вот Стоит Определить Прежде чем Вы Начнете Дальше Переходить Критерию Керес И так Далее Вот Какие Все-таки Для Этой Темы В этом Контексте Нам Нужно Определить Понятия Из нашего Списка Вот Два Три Стоит Выбрать Есть Предложения Пожалуйста Мне кажется Иностранные Иностранные Поддержка Иностранные То есть Это Не очень Понятно Что Иностранные А как Иначе Можно Понять Нет На самом деле Определение Можно Дать В Другой Ситуации Просто Насколько Нужно В Рамках Этой Темы Спасибо От Продолжение У вас Ситуация Выбора Экологически Чистый Гряд Можем Ли Мы Обойтись Без Определения Об Этого То есть В этой Теме Нам Это Точно Надо То есть Вот У нас Есть Два Два Определения Которые Надо Сделать Государственная Поддержка Прокомментируй Пожалуйста Почему Считаешь Что Это Важно Потому Что Все Указывают Что Сумеросед Государственная Поддержка Будет Делать Хорошо Это Будет Денежная Поддержка Надо Проговорить Денежная Мемораль Что Как Это Они Будут Поддерживать Или Не Поддерж Хорошо Хорошо Спасибо Ну Давайте Сейчас Пока Ограничимся Эти Хотя Когда Вы Будете В своих Командах Готовиться Возможно У вас Возьмете Другие Идеи И вы Возьмете Определение Других Слов Посчитаете Что Вам Это Важнее Исходя Из Ваших Целей Давайте Потренируемся На Этих Понятиях Сейчас Мы Предлагаем Вам Объединиться Если Вы Вдруг Сидите Не По Командам То Всядьте Так Чтобы Вы Были С Командой И Если У вас Есть Трекеры То С Трекеры Да То 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 Варенье Это Не Варенье Это Варенье Это Варенье Блюдо Так Блюдо Украинской Купки Блюдо Конечно Смотрите Сейчас Будем Лепить Варенье Вставайте Просто Вставайте Будем Лепить Варенье Кто Не умеет Научиться Кто Умеет Повторить Мы Делаем Сначала Тесто Да Ну Да Да Трусим Несколько Сол Трусим Муху Ошейка Просеиваем Так Хорошо Теперь Лепим Тесто Лепим Хорошо Лепим 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 Ох У нас Будет Тесто Чувствуете Свою Вкусение Хорошо У нас там Тесто Сжимаем Не торопиться Хорошо С любовью Тесто Лепим Варенье Когда С любовью Да Стоишь И думаешь О любви И тогда Они выходят И Лепим Потому что Мальчики Тоже Лепим Варенье Хорошо Тесто У нас Получилось Теперь Что Сделаем Рассказываем Рассказываем Каталочка Есть такая Русская Украина Каталочки Скалки По-русски Скалка Да Да Я просто Говорю слово А по-прайски Да Покатаем Покатаем У нас получились Такие колбаски Да Такие колбаски Мы делаем Вот так Трем Трем Колбаски Хорошо Сверху Отличные Колбаски У нас Замечательно Что мы дальше Колбасками делаем Как Саживаете Решим Да Решим Вот это у нас Колбаска И поехали так Хорошенько Себя Любимого Вот Режем Режем Там Где шея Там Где Все Застоялось Да Хорошо Нет Нужно качественно Надувить Теревок Хорошо Хорошенько Вот так Да 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 И поехали Да И вторую руку Тоже Обе Руки Обе Вот здесь Хорошенько Хорошенько Хорошо И еще раз Еще раз Порубили колбаску Порубили И вот там Тоже Хорошо Так У нас У нас уже Есть Маленькие Маленькие Кусочки Для вареников Ну Мы уже Их опять Раскатаем Сделаем Кругленькие Лепешечки Маленькие Хорошо И теперь Будем Лепить вареники А у нас уже Есть вареники Сделать Еще Еще Каками Творог Творог Да Хорошо Еще Вареники Кругленька Нет Вареники Я вам сказала Самый первый Червис 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 Да Творог Можно Картошка С грибами Да А если положить мясо Уже будут Хорошенько Хорошо Что у вас там С варениками С вашими Проверьте Хорошо Вы не держите Вот так вот Я проверь Держите 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 Вареники Классно Залепили Какие у нас Вареники Вот Ну Поблагодарим Держи 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 Смотрите Нам дали Резолюцию Нам дали Тему Перед дебатами Мы посмотрели на нее Смотрели Может быть Есть незнакомые слова Или слова Которые вызывают Двойственное Понимание И после того Как мы определили эти слова Далее Определение Этим словами Этим понятием Выяснили Дефиницией Что дальше необходимо делать Как вы думаете? Держи 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 Ну сначала После того Как человек Увидел тему Понял ее Уточним все непонятные слова Ему Т.е. непонятные слова И докапываться На теме Этим А дальше Увидев тему Надо переходить сначала Во-первых К анализу К анализу данной темы То есть Где главный вопрос Главный вопрос Где самое больное место По этой теме После чего Переходить к анализу Ну там уже все равно По П По аспектам По А И главное Знаете главный вопрос И Что надо сказать Про данный политик Чтобы Да Все верно Перед тем Как вы начнете Непосредственно Конструировать аргументы Генерируете Какие-то идеи Свои мысли И вообще Формулировать Все ваши знания Именно по аргументам Перед этим Необходимо взглянуть На тему И подумать Что же вся эта тема Хочет от меня Что же хотели Главный организатор Этого турнира Перед тем Как нам давали Эту тему Это очень-очень варг И здесь как раз Нам помогает Классификация Какую классификацию Темы Вы знаете Самая стандартная Которая Нас за счетом Учат Закрытая Открытая Если мы анализируем Тему С точки зрения Закрытости Или открытости Или степени конкретности А какая еще есть Классификация Она актуальна Она актуальна А актуальна А актуальна Это как? А актуальна Не актуальна В принципе да Ну конечно Что еще? Чтобы на эту тему Мы могли использовать Требования Сбалансированные линии Сбалансированные линии Да Но это требования к темам Друзья А у нас все-таки Классификация Какие они бывают? Саш? Принципиальные Или практические То есть они в темах Которых требуется Больше вопросов А другие Которых требуется Практическое решение Хорошо В принципе тоже идеально Самый стандартный Самый такой Дореволюционный Обычно Самый классический Метод Карла Мопера Он говорит нам о том Что Вы стрибили темы Ценностные Политические Фактологические Так называемые И сегодня мы вам предложим Чуть иначе Чуть другую Систему Оценки непосредственно Этой результой Этой темы Для того чтобы В первую очередь Перед тем как Приступать К аргументу Вы подумали Какая же все-таки Эта тема И первая классификация О которой мы хотели бы С вами поговорить Это стиль По стиле неконкретности Да И эта презентация Это слайд Вам показывает По стиле неконкретности Какие у нас бывают Непосредственно Темы Так как времени мало Друзья Очень-очень быстро Будет это все объяснить А По Открытости Или по стиле неконкретности Они бывают Открытыми Полузакрытыми И закрытыми То есть В открытых предметах Он совершенно не определен К примеру Эта палата решит Извечный социальный вопрос Или Мы его называем обычно Необходимо решить Извечный социальный вопрос И вы не знаете Про какой вопрос Вообще Будет говорить Это открыто Или Я помню Коллега Яковл Приводил пример Такой темы Эта палата Хочет вырастить рот Что хочешь туда То и вкладывай Предмет не определен Да Он абсолютно организован Есть другая тема Которую я В свое время Тоже обсуждал Эта палата считает Что Третья мировая война Не за горами И Здесь уже Говорить о том Что Третья мировая война Это что-то Война Именно Можно по-разному Что и что такое Война покрытие Мы вывели его информационно Из-за этого Эта тема Она абсолютно открытая Вот Полузакрытой темы Есть уже указание На определенный сегмент О котором идет Непосредственно Речь Познаете изначально речь К примеру Давайте посмотрим Это палата Поддерживает Платное образование Или Если переформулировать На наш лап Она будет звучать так Необходимо поддерживать Платное образование Тут уже в принципе Можно поиграть Платное образование Где? Школа И Университета Платное образование Где еще Курсов Дополнительно То есть Мы видим Что очень У нас уже есть Определен предмет Это палата Образование Но до конца Нет все таки спецификации Где это образование И третье Закрытый Тип резолюции Когда есть Указание На конкретные Действия На конкретные Какие-то Предметы Премьер Это палата Для платного Высшее образование Субсидиями Для лучших Кабинетов Теперь мы видим Что Мы говорим В областном образовании Есть Определенные Государственные Субсидии Для кого? Для лучших Абитурентов Для тех Людей Кто Лучшие Результаты При поступлении Высшее учебное заведение Какая наша тема? Кто уже так сказал? Какая наша тема? По степени адвокатисты Даже надо поддерживать Открытые 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 Давайте послушаем Какую мину Кто думает Что она Полузакрытая Почему так думаете? Поясните Почему? Кто может Только Саша Хочет? Нет, нет Пожалуйста Я думаю, что было забыто Потому что Не следует знать Какие именно Организации И какие именно Льготы будут Открытые Какая поддержка Будет Если мы говорим О нашей Непонятно Какие могут быть Льготы Какая может быть Поддержка Хорошо И все мысли О каком государстве О каком государстве Все Понятно Хорошо Кто считает Что Хорошо Давайте представим Кто считает Что наша тема Номер один По поводу Поддержки Чистых Иностранных И грязных Отечественных Кто считает, что эта тема Закрытая Остальные все думают Что она закрытая Нет Или Закрытая Почему она закрытая Потому что есть Докадание На то На внутреннее действие Которое будет Произведено То есть Образовная Поддержка На то Кому будет Образовная Поддержка Или Те Компании Или Те Действие тоже Четкое Поддерживать Или Не То есть Я бы сказал Что Эта классификация Навесено Условно Некоторые темы Кажется Что они полно закрыты Абсолютно Но Наша тема На самом деле Относится К закрытой Полностью Она закрытая тема Там нет такого Что Там есть у нас Конкретный актор Государство Там у нас есть Ситуация На заборах Где у нас есть Выбор И там есть Конкретное Действие Поддержка Она закрытая тема Конечно Ее можно еще Дальше Сужать Но Там уже Начинать Бессмысль Она Больше Относится К закрытым Темам Все ли Понятно Что Необходимо Делать Если Мы Имеем Разные Темы При открытых Темах Необходимо Какой алгоритм Это Порядок Действия Порядок Наших шагов Мы выбираем Один актуальный вопрос Смотрите Если у нас есть Какой-то Язычный вопрос Мы выбираем Один из вопросов В чем счастье Что делать Кем Быть И так далее Мы выбираем Отдельный вопрос Потом Предлагаем Конкретное решение Ну Не знаю Мы предлагаем Один из вечных Вопрос Может быть Кем быть Мы выбираем Кем быть Мы предлагаем Открывать Ориентационные курсы Условно скажем И Даем Конкретные Дефиниции Если у нас Полузакрытая тема Мы Даем Дефиниции Те же самые И даем Определенные механизмы Поддерживать Как необходимо Поддерживать Или Кого поддерживать Мы можем здесь еще Как-то поиграть Может поиграть С школой Может поиграть С университетом Может поиграть С коммерческой Или государственной Из частного сектора Мы можем дать Поддержку То есть государственного Прежела А в закрытых же Всего лишь Нам необходимо уточнить отдельные элементы Отдельные В чем может заразать Поддержка В чем может Или Или например Поддержка Она какая Может быть Виды поддержки Отдельной Или мы Мы можем только О конкретных Какие там Компании который загрязняет или нет. Вот так. Это последняя конкретность, такая классификация. Все ли понятно? Но есть вопросы? Видите, нам повезло с нашей закрытой темой, да? Да, она абсолютно закрытая. Не надо так выбирать вопросы и так далее, а сразу перешать. И хочу застать внимание, что дебаты от Карла Бекера зачастую даются именно закрытые темы. Зачастую даются максимально закрытые темы. Это для того, чтобы не было возможностей другой интерпретации темы, по-другому столковать темы. А открытые и ползакрытые темы даются все-таки для программских дебатов, где студенты играют, где они покослеем, у кого щиток, а можно выбирать. Если вопросов нет, я перехожу к следующей классификации. Хорошо, давайте. Следующая классификация, она называется, анализ резолюции, и она называется по алгоритму доказательств. Как мы доказываем непосредственно. И первая тема, опять же, эта классификация нечто новое. Она была обработана счет БОНа, а мы просто надеемся теми изданиями и информацией, которая была разработана в предыдущем другом. Следуйте, алгоритмы доказательств мы имеем. Первый классификация — это фактическая. Вторая у нас будет в чатках сравнительная. И третья, она называется личностейство. Может, уже сразу узнаете, какая наша тема? К какому виду темы, по этой классификации можно отнести нашу тему? Сравнительная. Почему? Потому что она экологически чистая и экологически грязная компания. Ну, в принципе, да. Мы сравнены. Давайте сейчас рассмотрим. Есть вопросы? Нет, по-моему, третья причинно-следственная. Причинно-следственная. Почему? Потому что именно в вопросе есть. Ситуация в выборе. Хорошо. Сейчас мы попробуем разобраться. Каждая классификация школы вас требует. Вот тогда нам будет понятно. Хорошо? Итак, фактические резолюции. Что они от нас требуют? Фактические резолюции... ... 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 Ну, я понял, что очень хорошо. Итак, друзья, давайте побыстрее. Итак, фактические результаты нас требуют следующей группы. Нам необходимо доказать, что А — это Б. У нас есть два явления, и нам необходимо доказать, что одно является вторым. К примеру, в кибератаке этот акт — военная вещь. То есть команда утверждения во время дебатта раунда будет доказывать, что кибератаки являются актом военной агрессии. Или другой пример. СНГ является препятствием для реализации национальных интересов стран-участниц. Стран-участниц — в данном случае СНГ. То есть команда утверждения необходимо доказать, что СНГ равно препятствий. Всё ли понятно? Как необходимо доказывать, когда у нас есть так называемая фактическая тема? Необходимо выделить ключевые признаки А. То есть мы выделяем ключевые признаки, что является важным для одной части, к которой мы стараемся. Второе. Мы доказываем, что В ими тоже обладают. То есть если А обладает ключевыми признаками, В тоже тем и самым ключевыми признаками, которые обладают. И, как конечное, мы доказываем, что В они тоже ключевые. Давайте рассмотрим, например, OID. По этому примеру. Кибератаки. Что есть в кибератаке? Мы выделяем здесь определенные ключевые признаки кибератаки. Ну, когда они, да, хакеры сидят, они нападают, они пишут вредоноску программы, которая обрушает чужую имущество с другой стороны. Ну, представим себе, кто... Самые большие, вот такие, футболистные хакеры — это китайцы. Китайцы постоянно пытаются всем анаборитным узлить. И китайцы, то есть и кибератаки, в данном случае мы показываем, что это защиту и наносит время. Что есть в военной агрессии? Это тоже, по сути, нанесение определенного ущерба имуществу или чему-то другого государства. Мы показываем, что китайцы, когда они атакуют... Китайские хакеры. Атакуют корейские серверы. Это, по сути, одно и то же. Это нанесение ущерба. Понятно, да, поэтому? Хорошо. Следующая классификация, она называется сравнительной резолюцией. И тут тоже, на самом-то деле, очень-очень все просто. А равно В. Точение А больше, чем В. Или А лучше, чем В. Или, например, В лучше, чем А. Как сама по себе название этой классификации или это резолюцией говорит, нам необходимо сравнить, что лучше А или В. И у нас следующий алгоритм, да? Да. Давайте, к примеру, дипломатия лучше военных действий для решения конфликтов. То есть у нас есть выбор в решении конфликтов. И что лучше использовать для решения конфликтов? Дипломатию или военную действию? Или, к примеру, другое. Свобода слова важнее внутренней безопасности. Мы доказываем, что свободное слово все-таки это лучше, чем внутренняя безопасность. Лучше все-таки уделять больше внимания свободе слова, чем безопасность. Ну, представьте себе, что я государство, у меня есть бюджет, варим миллиард долларов. И у меня передо мной вопрос. Куда откладываются? Я понимаю, что и внутренняя безопасность, и свободное слово, они все-таки, это практически равные ценности для меня. И тем не менее, мне необходимо куда-то больше деньги бить, а куда-то меньше. Я сравниваю этому мнению. Я слушаю вас, дипосёков, кто мне лучше докажет, что либо свобода слова, либо да. Или, для предотвращения нарушения прав человека, допустимое нарушение государственного государственного суверентя. Кто мне проанализирует эту тему? Что здесь сравниваете? И? Добровочная, поднимка. Суверентя. Да. Мы говорим о том, что в определенном случае права человека, они все-таки важнее, чем государственного суверентя. Какая сторона зачтут эту политику использовать? США. Америка, да. Америка, это насколько демократия, но к вам принято. Хорошо. Все ли понятно? Давайте рассмотрим алгоритм, как это, примерно, реализуется в дебатном раме. Первая очередь мы определять ключевых критерий сравнение. Что из ключевых критерий сравнение? Скорее, из чего мы оценим. По каким признакам? Да. Что для нас является меримом в данном случае? Далее, доказываем, что по ним, по этим ключевым критериям или по ключевым признакам, по А все-таки лучше, чем Б. И все просто. Если мы рассмотрим, опять же, к примеру, свобода слова важнее для небезопасности. И у нас могут быть разные, на самом деле, признаки, разные билеты. Для свободы слова, вроде бы, мы не знаем. Кто-то может считать, что все-таки самовыражение, оно важнее для людей. Это все просто. У нас мало времени, давайте побежим дальше. Третье — это причина средств этой резолюции, да? Это очень все просто. Мы доказываем, что А приводит к Б. Что, когда у нас есть событие А, у нас появится событие А. К примеру, политические силы не должны владеть медикой операций, мы ради того, где границы, но политического режима. Мы говорим о том, что когда мы политические силы ограничиваем учения, тогда демократия становится лучше. Все ли понятно? Производитель? Давайте отслабим на другое. Всеобщая воинская обязанность нарушает свободы медикой. У нас есть одно О. Если мы говорим о том, что всеобщая воинская обязанность, мы ее используем, то мы каким-то образом нарушаем права легитета. Использование, введение всеобщей воинской обязанности приводит к... Причинно-следственная цепочка приводит к нарушению свободы медикой. Какое у нас вот это используем? Очень просто. Мы доказываем, что по конкретным определенным критериям событие А приводит к событию Д. Ну, очень просто. Есть вопросы? А есть пример? Предыдущая тема? Да, предыдущая. Предыдущая. Всеобщая воинская обязанность нарушает свободы медикой. Это самый лучший пример определения. У нас есть А. Всеобщая воинская обязанность. И тогда мы только ее начинаем использовать, автоматически уже свободы медикой. Это утверждение доказывает, что это приводит к нашу несвободу. А давайте теперь сейчас попробуем вернуться к нашей теме. И в какой-то классификации определиться окончательно все-таки при завершении этой мастерской. Какая же наша тема? Фактическая, сравнительная или причинно-следственная? Сравнительная. 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 Ага. Давайте мы сейчас встанем. Давайте мы сейчас встанем. Улучшение всем встать. Да, давайте мы сейчас встанем. Смотрите. Значит, если вы считаете, что наша тема фактическая, Это, кстати, как буква Ф. Если вы считаете, что наша тема причинно-средственная, то вы каким-то образом показываете букву П. Например, вот так можно показать. Можно как-то самому стать вдвоем, изобразить букву П. И если вы считаете, что наша тема сравнительная, то вы с помощью языка своего тела, руками, собой, соседом, показываете букву С. Итак, пожалуйста, какую-то букву изобразите. Фактическая, причинно-следственная или сравнительная. А что это? Это что? Это С, у вас? С. Это С. Ага, С, 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 С. Тоже С? И здесь С, и здесь, и здесь, и здесь. Какое у нас единодушие. Мы молодцы. Ну, ладно, правильно ли мы определили, что тема наша сравнительная? Абсолютно верно. Да, на сравнительность. Слава Богу. И с совершенно чистой совестью, после того, как мы выполнили такое страшно тяжелое упражнение, мы идем отдыхать. Смотрите, сейчас 25 минут ждем. У нас в 15.30 по расписанию вторая мастерская. Но мы так активно работаем, да? Да. Мы вас ждем в 15.40, и вы обязательно сейчас выходите на улицу, потому что мы вас ждем не просто там, а с улицы. Вы там что-то приносите. Значит, что-то, что-то. Айфон. Айфон – это хорошая идея. Итак, маленькая травика сюда, маленькая веточка, маленький цветочек. Очень аккуратно. Да? Без 20, а вот здесь всех взял. Очень рот. Вернемся к вчерашнему дню и попробуем так по очереди, по цепочке, так, по одному предложению управлять, вспомнить самые главные моменты, которые мы вчера с вами отрабатывали. Одно предложение, что вы вспомнили из вчерашнего дня. Мы начнем с конца, а по битам. В конце у нас была юлявка, да? Что приходит в голову? Учим из вчера. Мы как бы разъединили ключевые слова. Одно предложение. Ключевые слова, хорошо. Кто стоял перед юлявной? В алфавике. Делали анализ. Анализ того чего? Анализ. Анализ структуры аргумента. Спасибо. Кто стоял перед эдлером? Альтон? Перед аспекты. Рассматривали аспекты какого-то чего? Ухажение. Аспекты темы, да? Хорошо, спасибо. Кто был перед хай-тоном? Что еще? Я не знаю. Не знаю. Также анализ резолюции мы проводили. Классификацию. Классификацию резолюции или классификацию темы. Про анализ уже я как говорила. Хорошо. Вспоминаете еще одно предложение. Каждый думает перед том, когда соломай, да? В алфавицию идет только в обратном проекте. Нам же не странно строить кейс. Так. Кейс. И в основном мы говорили о кейсе какой команды? Какой стороны? Утверждения. О кейсе утверждения. Хорошо. И давайте сразу так, за соломена, он просил эту идею. Вспомним, чего там должно быть в этом кейсе утверждения. О-БЯ-ЗА-ТЕЛЬНО. Ага. Кто был перед соломой? Да. Левна, давай. В кейсе должно быть. В кейсе утверждения, да. Структура кейса. Ну понятно. Ну хочу с конца начать. Сначала надо положить туда чего-то. Да. Потом нужно... Ну да. Это хорошая тактика. Потом нужно раскрыть. Ну как-то объяснить. Это аргумент. Так, окей. Значит, Рената говорит, что надо в кейсе утверждения не забыть вообще-то положить аргумент. Да. Кто там перед Ренатой, смотрите, что еще там должно быть. Пресс там. Кто там перед Ренатой. Помашите нам ручкой. Да. Это буква Р. Перед этим было там. О и П. Ау. Не сказать структуру там пресс? Эээ, нет. Тебе сказать одно предложение, что должно лежать в кейсе утверждения. Кроме аргументов, про них уже сказала Рената. Ну. Да. Чего там должно лежать? Кто был рядом с Паулем? Николь была рядом с Паулем. Ну. Помогай. Что должно быть в кейсе утверждения? Ну, кейс утверждения, если у вас на кейс не этот пресс, не этот пресс. Этот пресс это не кейс утверждения, а что? Почему это имеет отношение? Это структура одного аргумента, да? А мы пока друг. Что еще в кейсе утверждения должно быть, кроме аргументов? Кто был перед Николь? Я, может, помочь. Да. А, Пау же уже. Критерии должны быть, умница, здорово. И кто был перед Николь еще? Пожалуйста. Дефиниции. Дефиниции, да, определение дефиниции. Хорошо, отлично. Можно двигаться дальше. Что еще мы отрабатывали? Вы уже кое-что вспомнили, да? Кто перед Максимом был? Кто был перед Максимом? Ты, да. Буква А. Ну, вчера еще сняли критерии, да, учились это делать. Хорошо. Набросали ту же варианту, да? Перед Ксенией кто был? Китом? Рядом была, да? Я хотела сказать критерии. Ну, она успела. Ну, вы на бухгалке, вам нужно одно сказать, на двоих. И критерии тоже на бухгалке, да? Хорошо. Кто стоял перед КАП? Перед Китой и Ксенией. Одно предложение, что вы вчера сделали? Что приходилось? Мы все рассматривали тему на родине и придумали на эти финиции. По этой теме, да? Хорошо, спасибо. Еще. Кто перед Раплием? Мы рассматривали классификацию тем по резолюции. Окей, мы об этом говорили. Уже давайте, что еще? Когда мы рассматривали классификацию тем по открытости. Открытости и закрытости. Да, кто уже определили, что наша тема какая? Она закрытая. Хорошо. Кто был перед? Расматривали с какой-то аргументацией. Так, в целом, что такое аргументация? Хорошо. Дальше, дальше. Смотрите, кто рядом с этой аргументой? То, что у каждого аргумента должно быть свое подтверждение и доказательство. Структуру аргумента рассмотрели. Хорошо. Кто перед Раплием? Говорили о том, что доказательство должно соответствовать аргументу. И оба сфер... Коррелировать. Да, и оба сферках аргументов. Спасибо. Кто рядом с Дашей? На букву D у нас было блог-кап. Да, Дация? Я не помню. Главное, главное, помогать рукой. Все правильно. Это было главное предложение. Я не помню. Пока мы дойдем до буквы А, ты что-нибудь, вспомни, пожалуйста, скажешь нам предложение. Кто еще у нас? Да, но я вспомнил на сейчас, потому что мы составлять это, я здесь не могу, у меня вот что-то не надо. Супер. В структуре аргумента обязательно должен быть тезис, правда? Хорошо. Отлично. Я дальше учились выделять главные слова в разделе. Ага, ключевые. Здорово. Еще? Дальше я, но и понятия учились выдавать понятия. Отдавать определение понятиям, да? Да, супер. Знаем уже алгоритм. Хорошо. Кто перед? Так, идем на А. Святослав князь ходил на Вы, а мы идем на А. Кто был перед? На А. Где? Уже дошли? Уже дошли до А. Да. Что еще? Ну, вчера мы учились объяснять наши аргументы и рассматривали на конкретных примерах, как это делать. Окей, хорошо. Понятно? Одна и вторая. Ну, мы изучали, что это как кошка, а еще учились строить бронезангон. Отлично. По дням рождения. Вы помните, что скоро будет именилиться? Так. Мы изучали строение речи и типа, то есть, например, экологические, экономические. Аспекты, да, аспекты темы. Хорошо. Где у нас еще А? Работа. Опоздавшая А. Хорошо. Отлично. Ну, супер. И осталось только даться. Что вспомнила? Ну, кроме танцев. Слушай, может, я говорю, станцевать, а ты вспомнишь? Такое бывает. Давайте мы поможем ей. Давайте мы зададим ей вопрос какой? По вчерашней нашей тематике. Вот. Что бы она вспомнила? Что мы вчера не халили? Нет, ну так, по содержательной части. Задайте вопрос, пожалуйста, Игорь. Сколько вам от тезиса всего года? О, это надо было сосчитать. Это много. Это сложно. Да? Да. Ага. Да. Да, на каждой. Последняя. Какой года? Трижды восемь. Да. Это двадцать четыре. Двадцать четыре. Ну, умница. Да, отлично. Да. Искольких шагонов состоит не происходит. О, классный вопрос. Как раз. Я на тресе там было четыре. Искольких ты ответил? А, ну да. Не говорите лишнего. Спросили, из скольких? Сказали. Да? Не надо так, мало ли, как не с перекрестных раундов. Как зацепит ваш ответ. Поэтому вот, будьте внимательны. Спросили, из скольких? Ответили, все, формально есть. Отлично. Молодцы. Заслужили абсолютно. Мы благодарим вам. За то, что вы наполнили другому все то, что мы делали. И можем двигаться дальше. Да? Можем двигаться дальше. Да? Ну, смотрите. Мы разобрались с кейсом стороны утверждения. Да? Я очень-очень-очень-очень-очень надеюсь, что вечером у вас было время как-то подумать над собственным кейсом, если вдруг вы сегодня на тренировочном раунде будете стороной утверждения. Да? Как вы думаете, чем мы займемся сейчас? Ну, так логично. Чем заняться? С кейсом отрицания. С кейсом отрицания. Да, да. Их мы в нашей третьей встрече. Это как раз кейс отрицания. Прежде чем мы начнем работу, все так попробуйте поднять глаза, оторвать их от красивого соседа или соседки и посмотреть справа. Все видят, что там наше соглашение, которое мы как деловые люди выполняем, раз мы его приняли, да? Кстати, можно? Конечно. А этот тренер вообще не знает, где люди, кто будет дебатировать? Окей, мы все это вам скажем, совершенно не тревожьтесь на эту тему. Ну, дебатировать будете вы все в командах, да? Они, как мы так и называем, тренировочные, чтобы у вас была возможность перед самим непосредственным турниром все это сделать в безопасной обстановке, разобраться со всем этим. Но мы договаривались, что после обеда мы собирались идти на улицу. А если все будет нормально с погодой, то мы так и сделаем. Но вначале после обеда мы собираемся здесь. Да? И у нас там две мастерских, это тренировочные раунды после обеда, до мастерской на улице. Да? Ага. Так. Как вы думаете, вот кейс отрицания, отличается ли он от кейса командового кишечника? Ну, я имею в виду не по содержанию, а по губернации, да? А вот по построению, по содержанию. Почему он в чемодан? Какие есть соображения? У нас разный уровень дебатного опыта, да? Поэтому давайте вот делиться и обмениваться этим опытом. Ну, кейс отрицания отличается от кейса утверждения. Во-первых, тем, что он реально по размеру меньше, поскольку отрицание все равно отрицания нужно... То есть, вы представляете, вот, значит, команда утверждения, да? Шотя, кусь кисть. У-у-у, тянец! И команда отрицания идет. Маленькая такая. Да? Да? Я правильно поняла? Что-то подобное. То есть, отрицания лучше брать три аргумента, отрицания в некоторых ситуациях вполне хватает двух. И акцентировать свое внимание на отбивке аргументов правительства. И плюс, отрицанию не нужен ни критерий, ни определения. Они будут необходимы только в том случае, если утверждение дает либо себе выгодное утверждение, либо человек не прорывает. Хорошо, спасибо. А еще какие есть мнения по поводу кейса отрицания? А я еще и говорю. Сейчас, я скажу. Как же? В общем, может быть, и кейсы критерий будет не задействовать. Ага, то есть они все-таки могут быть, и человек тоже может быть такой потяжелее, да? Хорошо. Еще какие мнения по поводу особенностей кейса отрицания? Если они вообще или структура та же самая? Ну, просто та же самая. Я скажу то, что дефиниция и критерии могут совпать с отрицательным периодом. То есть, все-таки мы кладем в кейс их, да? Мы можем согласиться с тем, что нам дала команда. Да, и на всякие нужно можно поставить определение, потому что если мы согласимся с определением, которая дала команду отреждения, то ты можешь сказать, нет, это не так, а это так, да? То есть мы предлагаем вот по этим дефинициях, да, определяться. Хорошо, спасибо. Расскажите, пожалуйста, вот такие штуки, как контраргументация и опровержение. Что они в кейсе отрицания делают? Да. Что они делают в кейсе отрицания? Расскажите, кто-то был в самый первый день у меня на мастерской? Ага, да, да. Тогда вспоминать и будете сейчас помогать, потому что вам надо это все очень четко выжить. Какие есть представления о том, что делают в кейсе отрицания, контраргументация и опровержение? И вообще, что это такое? Артур, как вы думаете? Контраргументы – это заранее придуманное опровержение на аргументы оппонентов. Я правильно поняла? Да. Спасибо за ваше мнение. Дима, да. Ну, оно не заранее придуманное, мне кажется. Что оно? Контраргументы. Контраргументы – это что-то заранее придуманное. Нет. Нет? То, что появляется на ходу этого, ответы на… Ну, как ответы команды опровержения на аргументы. Ага. А опровержение? Это как доказательство и поддержка. Это доказательство и поддержка. Ага, спасибо. Аня, как вы думаете? Контраргументация и опровержение. Мне тоже кажется, что, скажем, контраргументация – это когда уже во время тебя, то есть ты слушаешь, да, и делаешь новый ваш анализ, потом уже дальше предъявленный… А когда вообще… Нет, нет. Это одно и то же? Не совсем… Нет, это не… Ну, что, я могу всякие вопросы задать. Провокационное и то же. Вот так будет все начинку. Может, одно и то же? Это не одно и то же? Это не одно и то же. Тогда в чем разница? Ну, сказано, что это подтверждено, что контраргументация – это когда ты слушаешь и пытаешься уже во время дебата, а последующее такое… А опровержение? А опровержение – это когда ты поддерживаешь. Чего? Кого? Оппонентов? Нет, 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 поддерживаешься. Тогда поддерживаешься, то есть вы солидарны Дмитрием, что это поддержка. Да, да, да. Это, ну… Ага, ага. Я считаю, что контраргумент – заранее выставленный аргумент, который можно ответить, который противопоставляется по сути аргументу соперника, а опровержение – это опровержение, по сути, которое рождается во время игры, которое развивает логическую сплощику, привлекает факты, статистику и так далее, аргументации соперника, чтобы разбить аргумент по его сути. Спасибо. Смотрите, у нас много разных мнений на эту тему, да, поэтому, наверное, надо прояснить. Кому-то это более-менее ясно, кому-то сложно ориентироваться, да. Ну, вот я у Селёного Суську более подробно работаю с опровержением. А сейчас мы имеем много задач, потому что нам целых есть, надо отрицание проработать. Поэтому я только очень коротко хочу показать этих двух понятий – контраргументация и опровержение. И мне нужен помощник, да. Вы уже знаете, что делать. А, Аня, да? Да, просто диди. Да, хорошо, хорошо. И дайте мне несколько ручек. Я вам вернусь. Есть? Как без ручки, Максим? Что такое? Два-четыре. Да, ничего. Спасибо. Спасибо. Аня, знаете ли, мы как будем весы? У вас сейчас будет очень важная роль. Ну, давайте так, вот как вы себе представляете весы? Нам надо показать, что людям весы. Наглядные весы можно вяжать. Да, вот так. Да, спасибо. Давайте так, ко всем и развернемся. Значит, смотрите. Что такое весы? Это то, что в голове у судей. Вот судья пришел, предположим, продвигает вылетку. Мыслящий, объективно судья. И у него вот как положено чистые весы. Вот давайте убеждайте меня, кто меня будет убеждать. И у нас есть две стороны, две команды. Команда утверждения и команда отрицания. Команда за и команда пробс. Каким образом команды за и против создают перевес в голове судьи? Что они для этого делают? Что они для этого делают? Вот выступает первая какая команда? Вытверждение. И чего она делает? Аргумент свой. Аргумент свой. Как происходит с вами судьи? В голове судьи, да? Судьи говорят, о да. Они молодцы, они правы. Хорошо. Потом они говорят, а у нас что? Еще есть аргумент? А второй наш аргумент? Вот такой, да? И опять какого-то. Еще большую сыгреть. Перевешивать. Ну и называется дальше. Добей меня танцем. Кладем третий аргумент. Как вчера было, да? Третий. Отлично. Хорошо. Чего делать в другой команде? Ты тоже хочешь, чтобы выросли в свою сторону. Они просто говорят и снимают. Тогда у них есть еще свой кейс и свои аргументы. Они говорят, мы докажем вам совершенно другое, да? И кладут свой аргумент. Семножко начинает выравниваться. Ну, предположим, что у этой команды подготовили качественные аргументы. Потом они кладут, говорят, у нас есть еще второй аргумент. Мы вам докажем, что мы правы. И, наконец, они тоже готовы добить судью танцем третий аргумент. Что с вами? При примерном качестве равных аргументах, вот такая ситуация в голове у судей, да? Ну, нам-то нужно, чтобы весы качнулись в нашу сторону. И тогда мы делаем чего? Мы тогда мы начинаем опровергать. То есть, мы снимаем отсюда аргумент. Мы говорим, да, вот они тут такое сказали, но на самом-то деле все это вот так, да? И тогда, при том, что мы не положили сюда ни одного нового аргумента, ситуация в нашу сторону, да? Ну, эта сторона тоже такая фигурная, да, такая умная, продвинутая, говорим, да? Сторона отрицания, тут говорила, да? В речи первого спитера там кто-то, кто-то, да? Ну, мы вот говорим, что это не так. Мы тоже снимаем, да? Вот это снятие, это называется так? Нет, это опровергение. Снимаем аргументы, разбиваем аргументы, то есть опровергаем эти аргументы, да? И тогда, вот опять у нас разница. Какая все-таки команда перевесит, которая что сделала? Смирит буду. Нет, это больше. Сняли, да? Вот здесь сняли, да? А эти попробовали слабогатенько. Или вообще пропустили какой-то аргумент, да? Может, немножко ослабили, там, ну, ручку ломать не буду, да? Половинка, да? Но все равно получается, что перевес. А эти еще раз, и этот тоже разбили, сняли. И тогда, понятно, да? Какой перевес, и у кого будет перевес в этом раунде. Значит, что получается? Команда за. Тут было три аргумента, да? И бой. И команда против. Вот одинаковое количество аргументов. Вот аргументы команды утверждения, это аргументы команды за. А аргументы команды против, как против по латыни. Контр. Да? Они называются контраргументами. И процесс представления этих аргументов называется контраргументацией. То есть, когда команда против кладет на весы свои аргументы, это у нас что такое? Контраргументация. Скажите, вот эти аргументы, что команда, где она их взяла? Она их заранее подготовила. Она их заранее подготовила. Они как-то связаны вот с этими аргументами? Нет. Вообще. Вы были за, и вы себе готовили свой кейс. Вы были против, и вы себе готовили свой кейс. Ну, вы могли, конечно, подумать над тем, о чем они там могут говорить, и как вы будете на это реагировать. Но это другой вопрос, да? А вообще-то вы их подготовили до того, и вы не знали, что они тут будут говорить. Правда? То есть, вот эти аргументы, они не связаны прямую с аргументацией противоположной стороны, да? А вот, когда вы их снимаете, или ослабляете, или, если удается, полностью разбиваете, то есть, вот так снимаете, как я сейчас полностью, вот это уже есть ваша работа непосредственно во время раунда, больше, да? Это прямая реакция на то, что сказал оппонент. Вот, как реагировать более эффективно, это на мастерской рассматриваю, да? Это уже вечером будет. Каким образом? Ну, сегодня мы поговорим в целом о кейсе. Спасибо большое, Аня. Спасибо. Давайте Аню вам подробнее. Держите, пожалуйста, ручки. Сейчас попробуйте, опять, прорезюмировать, да? Вот как бы вы сейчас ответили на вопрос, что такое контраргументация и что такое опровержение? Какие есть варианты для определения? Рината, попробуй. Есть еще, Рината? Контраргументы, заранее подготовленные аргументы команды в официальном. Спасибо, спасибо. И Николь, что я говорю, это опровержение. Мы вчера учились давать определение понятия. Не говорите определение понятия со слова «когда». Это грустно звучит. Судья так сразу. Да? Что сначала это делали? Смомните алгоритм определения понятия. Мы сейчас определяем понятие отражения. А прорезение – это что? Процесс. Это процесс. Хорошо. Это процесс, в котором мы отрицаем аргументы нашего оппонента. Реагируем на аргументы нашего оппонента с целью их ослабить или хорошо бы вообще разбить. Отлично. Отлично. Итак, у нас в кейсе отрицания обязательно есть собственные аргументы команды отрицания, контраргументы, и обязательно должно присутствовать опровержение. Ребят, как вы думаете, вот у нас есть кейс, чемодан, да, вот с процентом соотношения, вот сколько чего должно быть, сколько мы туда положим своих контраргументов, какую часть кейса чемодан будет займут, какое место, сколько места мы оставим для того, чтобы быстро реагировать. Поэтому тоже можно подготовиться заранее, но тем у меня это всегда больше реакция непосредственно на работе. Вот есть какой-то, как вы думаете, есть какие-то пропорции такие, ну, рекомендуемые, как считается? Первый спикер, опровердательная команда, говорит всего 6 минут, первые 2 минуты ему, ну, то есть это не то, чтобы закон или что-то сделать подобного, Ну, то есть получается, что на опровержение 1 треть времени, да, это где-то 30 процентов, а на контраргументы 30-70, да, ну, может быть 60-10 идет на дамки. Вступление какого-то, да, если 1-й спикер. Хорошо, еще какие мнения есть? Да. Уровержение 600 процентов времени, я не знаю, в его хуже. Угу, то есть, все-таки перевес у команды отрицания, мы считаем, в сторону опровержения, да, опровержения больше, там, кивает головой. Ну, сейчас он Урланд остается, поскольку он опытный дебатер, да, Урланд, как, ну, такое соотношение, да, вот более такое оптимальное, что можно посоветовать, да, это не есть какая-то догма, потому что разные два темы, разные ситуации, ну, вот в целом не так. Ну, в общем, ситуация, наверное, соответствующая, опять же, как Елена очень правильно подметила, это не есть какое-то незыблемое правило, которое никогда нельзя нарушать, но примерное соотношение, наверное, да, это команда отрицания, необходимо сосредоточить больше половины своей речи на опровержении, больше половины, как вы думаете, почему? Потому что она отрицательна. Это хороший аргумент. А почему? Как мы это называем в дебатках? Утверждение на суде поле игры, и мы, как бы, не должны их судать, как демократно. Да, да, то есть это как называется, скажем, утверждение на суде поле игры? То есть она для эффекта. Что это? Как мы это называем? Что это для команды утверждений, что это для команды отрицаний? Хорошо. Значит, в дебатках бывают такие ситуации, когда судья смотрит на игру и не понимает, было ли столкновение вообще. И он тогда обращается к самым базовым функциям, к самым базовым ролям или задачам обеих команд, утверждения и отрицания. И в этой ситуации судья думает следующим образом. Есть у команды так называемое бремя доказательства, и есть у команды отрицание так называемое бремя опровержения. То есть эти команды изначально... Почему у нас две команды? Почему у нас не три команды? Почему у нас не одна команда? Если мы создаем две команды, которые противоборствуются, то есть соперничают, которые являются оппонентами, Следовательно, кто-то утверждает, кто-то доказывает, это называется «время доказательства», «бремя». Какое время доказывает? Что это? «Обязанность». Время, да, это обязанность. Зачастую так называют еще «ношей», «бремя». И «обязанность», то есть «бремени», «опровержение» как раз называют то, что команда отрицания должна опровергнуть хотя бы один аргумент со стороны команды утверждений. Хотя бы один. И из-за этого мы говорим о том, что примерное соотношение должно быть больше. То есть, если мы представим, что у первого спикера отрицание команды, то мне необходимо потратить хотя бы четыре минуты из моей речи для того, чтобы я опровергал, и хотя бы две минуты оставил для себя, для своих независимых, своих собственных контраргументов. Все это понятно. Это, в принципе, общее такое направление. Друзья, есть вопросы по этому блоку? Мы четко видели разницу между этими двумя способами, двумя техниками в дебатах, да? Опровержение и введение в свои контраргументы. Увидели? Хорошо. Друзья, тут как-то реагируйте. А то у меня ощущение, что мы еще не проснулись. Мы ментально были еще там где-то... Вспитались. Хорошо. Для того, чтобы мы попробовали это все сделать сейчас, на практике я вам предлагаю создать, написать один аргумент. Сообща. Один из аргументов подтверждения. Согласно, естественно, методике Брэкса. То есть, там должно быть четыре шага. Ну, давайте попробуем. Кто... По нашему теме, да? Да. Там идеи мы вчера набросали. Кто мы подтверждили? Предложите прежде, а мы сделаем... А, вот, это вообще нельзя. Вот, не оцениваем. Ну, вот, мы у вас айфон не отберем. Вы их и так нападаете. Да. Опаснующее будет. Вы еще больше? Чувствуете? Давайте. Любое будет. За утверждение будет. Да. Да. Аргумент подтверждения. Нам сейчас нужно вот заполнить одним, хотя бы, аргументом вот эту колоночку. Аргумент подтверждения. Да. Вот, будет тренировочный раунд. Вы команда сам. И вы говорите. Наш первый аргумент. А вот. Угу. Спасибо. Так. Да. Есть аргументы уже. Да, Пол? Я считаю, что нужно поддерживать экологически чистые компании, потому что отечественные предприятия используют химически опасные вещества. Например, если иностранные предприятия захватят рынок, отечественные предприятия будут использовать меньше химических веществ. Таким образом выбрать химические вещества на иностранные предприятия. Ага. Захватит. Окей. Принцип понятно. Давай сформулируем этот каткотеринус. Как мы его назвали бы? Я не услышал ваш вопрос. Как здесь сказано? Заявление, да. Очень важно. Мы должны выбрать экологически чистые компании, потому что? Потому что отечественные загрязняют среду. Да. Отечественные предприятия, они больше загрязняют окружающие среду. Хорошо. Почему? Потому что они используют химически опасные вещества. Скажите, ребята, пример должен быть на что здесь, если так? На опасные. Да. Нужно внести какой-то факт отечественной компании, которая какие-то конкретные и назвать эти химические вещества. Вы же работаете с исследовательским пакетом. Я надеюсь, по теме этим. Да? Там полосы этих факторов, поэтому уже их можно активно использовать. Ага. Да. То есть пример должен быть из этого. Хорошо. Спасибо. Может какую-то другую идею заявлю в качестве аргумента. Какие еще есть варианты? Воня что-то было, да? Мне казалось. Да. Можешь подумать? Давай. Я подумала, что подумала. Я считаю, что нужно поддерживать иностранные экологические компании, потому что они привнесут на наш рынок новые технологии. Например, если в нашей стране начнется использоваться технологии по очистке воды, то это улучшит экологию нашей страны. Следовательно, давайте разобьем. Давайте разобьем. В принципе, мы услышали аргумы. Я услышал там, в принципе, и объяснение, и кредит, и выбрать. Чуть-чуть, конечно, не хватает вспомнить этого факта, то есть поддержки доказательства, но, тем не менее, давайте вспомниваться. Ну, смотрите, то, что нужно поддерживать, это у нас заявлено в нашей позиции, да? Поэтому аргумент начинается с тезиса защиты этой позиции. Вот, новая технология. Мы это называем новой технологией. Мы предполагаем, что если к нам на рынок приедут чистые, иностранные экологически чистые компании, они привезут к нам новые технологии. Это правильно понимание? Да. Окей. Объясняем теперь. Чем новые технологии хороши? Чем их технологии лучше, чем технологии наших отечественных компаний? У меня не всем кто лучше, потому что они не привезли на уважающихся. Угу. Может, отечественная компания уже с старелой технологией работает, а новая компания зарубежная, то есть, если развивается технология в какой-то стране, они приводят это в твою страну, это огромный плюс для твоей страны, в первую очередь. Потому что это, во-первых, может быть следствием опыта, обмена опыта. Ты можешь научиться новому, они могут устраивать формы, в течение которых твоя же работоспособное население будет ходить и учиться чему-то новому. То есть, в объяснении мы говорим о следующем, да? Есть у новых компаний, у экологических компаний есть новая технология, которая не загрязняет природу. Это во-первых. А чем хорошище новые технологии вообще? Они приводят к более успешному производству. Ну, не обязательно. Я это сказал. Ну, смотрите, на рынок приехала компания, которая использует новые технологии. Что? Идут конкуренции. Идут конкуренции. Идут конкуренции. Идут конкуренции решают, что им тоже надо. Будет идти вперед. Да, перед уходой вылет и вообще инференция, отечественная компания задумывается уже и о своих технологиях, а задумывается о своем поведении такого государственного. Да? Она понимает, если народ увидит, что она загрязняет окружающую среду, а экологически чистая иностранная компания не загрязняет и дает качественную продукцию своей новой технологии, значит ей нужно изменить что-то в своей технологии, в своих социальных производствах. Ну да, мы можем говорить о том, что априори мы считаем, что новые технологии все-таки лучше, чем старые. Почему? Потому что хотя бы они выделяют ром, и они могут выискать, но эти дна. Они делают год-серва, год-серва, за малое время всем. Не фабрик, кстати, не фабрик. Не обязательно. Но если их ввели, значит они в чем-то были лучше. Можно и так сказать. Но в принципе у «Харитона» даже была хорошая мысль, когда мы говорим о том, что другие компании будут отечественные, будут подтягиваться к этому. И общий объем тех компаний, которые создают экологические, в смысле зеленые производства, их будет больше. Все понятно. Или, наоборот, отечественные предприятия, которые действительно большие, какая-нибудь небольшая компания экологически чистая, они просто ее задают и не дадут ей выйти на рынок, будут как-то более усиленно, чтобы пропаганду со своей слабой. В общем, не дадут ей разбиться в этой стране. Давайте уже соберем, пока у нас такие наброски, давайте попробуем уже собрать. Понятно. У меня есть такой метод. Если будет у новой технологии, то будет неожиданный подъем в развитии технологии, то, мне кажется, какие компании будут стремиться, потому что все же от этой стране произойдет неожиданная техническая реализация. Все понятно. По собственному научно-техническому прогрессу. Как можно формулировать? Нам надо формализировать наши реализации, так как мы максимально четко их записываем. Да? Да. Приход иностранных экологически чистых компаний в страну может быть? Нет, может быть. Значит, нам представлять, что приход иностранных компаний, я так скажу, не только чистых, да, компаний. Что дальше? Что он говорит? Потому что они влияют на экономику. Давайте конкретно. Не уходите. Вот вы сейчас говорили совершенно конкретные вещи. Вот не уходите вот в эту глобальность ни о чем, да? Конкретно. Приход иностранных, чистых компаний. Конкретно способны. Можно сказать, способствует развитию экономики страны, потому что... Помним, да, что после заявления у нас должно быть потому что... Значит, способствует... Так стрелочку вверх пишу, да? Способствует экономическому росту страны. Потому что... Потому что... Потому что повышает конкретноспособность отечественных. Повышает конкретноспособность. Отечественных. Да? Отечественных предприятий. Сейчас мы посмотрим. Легко ли? Пожалуйста. Предприятий. Что у нас дальше должно быть по структуре аргумента? Например. Так, господа, с примерами, пожалуйста, по исследовательскому пакету. Это вообще хорошо бы, чтобы он у вас как просто... Всегда был с собой. Чтобы вы изучали все, что там есть. Да? По теме 1. Например, здесь какой-то факт. Как будет выглядеть здесь вывод в конце этого аргумента? Мы считаем, что... Таким образом. Таким образом, да. Для иностранных экологически чистых компаний... Приводит к экономическому росту. А дальше мы возвращаемся к нашей позиции. А то, что приводит к экономическому росту, государство должно поддерживать. Вот почему мы утверждаем, что государство там должно поддерживать. Экономически чистые иностранные компании, а не грязно-отечные. Красиво у вас получили? Да. Давайте поблагодарим друг друга. Хорошо. У нас есть аргумент. Давайте с ним поработаем. Я предлагаю вам поработать с командой. Это самое главное в том, что у нас тут гугли в командах. В команде необходимо сделать следующее. Необходимо сперва написать опровержение этого аргумента. Затем... Отдельного конкурса. Да. Затем необходимо будет написать контр-аргумент. Продемонстрировать, что прекрасно понимается разница между первым и вторым. Одна команда и остальная. Вот на команду вот такой большой лист, и вы его расчерчиваете на сколько колоночек. Да. Очень коротко даст. Красиво делится формат от три и три източек. Три колонки. Напишите в одном месте аргументы, что мы разработали. Во вторых, в двух колонках пишем. Провержение по моему контр-аргументу. Город. Город. Благодаря. Три колонки. Друзья, мы эту работу даем буквально на сумме писяг. Не больше. И так, они сейчас представляют что-то. Мы не знаем, что это опровержение или контраргумент. То есть мы не знаем, какую часть таблицы они нам сейчас представляют. Правую или левую. Нам надо определить, что это такое. Это первая наша задача. Вторая – оценить качество. Насколько получилось. Если это контраргумент, то посмотреть, выдержана ли структура или это весовый вклад, для того, чтобы весы перевесили в пользу команды отрицания. А если это опровержение, то посмотреть, действительно ли это реакция на слова оппонента, то есть на этот аргумент. Или это о чем-то о своем. Поехали. Пожалуйста. Как вам удобно. Давайте тренируемся. Стоять перед аудиторией. Сначала одну, потом все ставим, а потом следующая. Первая штучка. Иностранные компании монополизируют новые технологии, придя на наш рынок. И это приведет к вытеснению нашей компании. Почему это происходит? Иностранные компании, придя на наш рынок, монополизируют технологии, естественно, не будут отдавать все эти технологии отечественным компаниям, потому что чётный вопрос, зачем себе развитие конкурентов. Тогда они придят новыми технологиями. Они будут конкурентоспособными и выигрывать конкуренцию у наших компаний за счет того, что они проявляют товары с условием более новых технологий, более качественных товаров и больших объемов. К тому же здесь еще важную роль сыграет государственная поддержка нашего государства, которая будет снижать налоги и помогать иностранным компаниям в отличие от наших. Что позволит иностранным компаниям фактически выяснить наши компании, монополизировать рынок и убрать у нас все отечественное производство за счет экономического и технологического преимуществ. Примером здесь может послужить та же самая история, которую мы услышали вчера по поводу Coca-Cola и iCola, то есть когда были заводы iCola, у них было не очень хорошее развитие технологий, и фактически Coca-Cola предоставил свой высокотехнологичный завод, имея поддержку государства, выяснил iCola с рынка полностью. Хорошо. И на основании всего вышесказанного ясно видно, что иностранные компании, передая на нашу национальную технологию и поддержку государства, монополизируют рынок данных товаров и выясняют все наши компании с этого. Спасибо. И вторая штучка. И тогда мы определим, что было первое, что второе, а второе. А вы, как я проезжаю. Вторая штучка. И то, что если новые технологии придут на рынок, то, соответственно, им нужно будет меньше людей, меньше рабочих, и, скорее всего, они будут завозить людей, у которых уже есть опыт работы с этими технологиями. и снизить и собрать что-то от лучших мест. То есть, например, между трусками и странами только три. И эти три места займут все люди, которые уже знают, как обращаются с этими технологиями. И наверх у нас в России. И наверх у нас в России. А наверху у нас всегда залезли. А, в маячах. Мы всегда что-либо сказали и туда. И получаем как в отечественных компонентах. Только. И не будет холодящих мест. Соответственно, в будущих народу, которые останутся в будущих работают. Как это связано с тем, о чем, так сказать, что вы отстали? Вот выйди, пожалуйста, в конец. А, поэтому мы считаем, что поддерживать иностранное охранение это не должно. Государство не должно. Государство не должно. и это будет не выходить в государство. Спасибо. Давайте поблагодарим на руках. Итак, какие мнения? Что было номер один? Это из какой колоночки? Опровержение. Опровержение. Кто-то считает, что какой-то аргумент. Почему опровержение, как считается? Как ты опровержение? У команды опровержения был тезис, что это поспособствует увеличению более экологически чистых претворяйся отечественных. Ничего такого. Тут у нас нет в аргументе. Они говорят, что это приведет к росту конкуренции. Но я слышал опровержение этой идеи, что конкуренции не будет вообще. А какое было слово вместо конкуренции? Утеснение. Утеснение. А еще? Монополизация. Монополизация, да? Монополизация – это что-то противоположное. Но монополизация. Слово монополия означает что, ребят? Моно-один. Моно-один, да? Монополизация – это не совсем. Это исключительное право. Я монополист. Это значит, у меня есть исключительное право на производство чего-то. Значит, получается, что монополизация – это что-то противоположное росту конкуренции, да? Давайте спросим. То, что было первым, является опровержением того, что будет рост конкуренции. Так вот, слышали. Ну, было мнение, что это вот аргументы. Почему? Ну, у кого такое мнение было? Об основе. Ну, был независимый тезис о том, что иностранные компании вытеснят отечественные с рынка и, соответственно, он доказывался последний пресс. И связи вот с аргументом оппонента не прослеживалось? Не уведете, да? Нет, была связь непосредственно с резолюцией, то есть опровержение из-за этой суммы. Ну, да. Спор с ней. Угу. То есть позиция другой компании? Да. Функция – команда. Хорошо, спасибо. Давайте спросим, какая ни была задумка. Да, Олег? Это было действительно опровержение. Это было опровержение. Потому что здесь прямой ответ на то, что сказали оппоненты. Да, оппоненты говорят, что вылезет конкуренция, приходит новых технологий и так далее. Мы говорим о том, что приход новых технологий фактически создаватся по правному направлению, а какую конкуренцию лечит. Аликс, почему все-таки у определенной части аудитории возникло ощущение, что это независимо? Вот, ребят, как вы думаете, почему? Это на самом деле общая проблема из того, что я слышала. Вот потому что он был построен по точной схеме пресс и и поэтому никто не понял. Нет. Он просто построен в довольно громоздке и построен по этой схеме. Вот, да, вот это здорово. Да, вот знаете, когда человек умеет анализировать свою собственную деятельность – это супер, да? Вот громоздко – это то слово. Много было лишнего. Не надо много слов. Судья будет думать, вот на это отреагировала или нет? Ослабила, не ослабила? Нет. Вот это в сторону обязательно ушли. Вот какие здесь есть слова, эти используйте. Больше не такие. Да? Наши оппоненты утверждают, что будет таллентно. А мы утверждаем, что будет монополизация. Да? Вот. И вот это будет ключевое. На это вейте и не надо там вот растекаться мыслью подрывку. Вот это и есть такая проблема, да. Хорошо. Контраргумент, то есть аргументы собственного кейса был про что? Про… А? Про рынок труда. Про рынок труда. Там надо доработать структуру. Да? Там надо доработать структуру. Есть идея, но аргумент такой полный, пока еще не готов. Давайте еще послушаем кого-то. Уже не послушаем. Да? Уже не послушаем. А жаль. А жаль. Я предлагаю сейчас сделать перерыв. Да? Через полчаса. Я не знаю. Вы можете спуститься в столовой, может быть там что-то вам придрошит. Вот. Я не готова сказать, действительно ли это так. Или вы можете там само что-то, наверное, приобрести, если не видишь. Такая неформа. Мы сами встречаемся через полчаса, да? И тогда закончим этот перерыв. Хорошо. Дорогие мои атомы. Объяснившиеся в крепкие молекулы. Готовы ли вы продолжить? И на чем мы там остановились? На взгляде решений. Вот. Да? А про решение фута документации. Вы уже видели один пример. Благодарим команду. Вот. И сейчас я хочу попросить вас посмотреть на свои таблички, которые вы сделали на предстоящей аргументской. И вот прошу сейчас выступить ту группу, которая считает, что у нее максимально четко видно, где опровержение, а где контраргумент. Что вот они вот как-то вот так не похожи, что вот все сразу поймут, что вот это опровержение, а вот это будет аргумент. Вот одна группа у всех атомов. Да? Хорошо. Пожалуйста. Представляйте. Ребята. Значит, у вас задача та же самая. У вас задача та же самая. Все-таки вот увидеть, они говорят, что у них это будет четко видно, они максимально нам облегчают работу. Увидеть, где опровержение, где контраргументы, насколько эффективно то и другое. Пожалуйста. Значит, аргумент утверждения. Ага. Нормально. А мы должны догадаться, да? Нам заранее сказали. Окей. Компании повышают экономический рост. Тома, извини, пожалуйста. Вот мы же уже с вами продвинутые лепатеры. Это закрытая коза. Откройся публике. Хорошо. Помним, да? Мы уже ходили на язык тела. Да. Но вы помните, что язык тела – это большое дело. Вот сейчас уже... Потому что повышает инкуляторно способность отечественных предприятий. Теперь. Прискоты экологически чистых иностранных компаний, наоборот, способствуют понижению и даже устранению отечественных компаний из рынка данной страны. Пример. В 2006 году в Кубарите американская компания построила свое производство по бытовому производству, тем самым вытеснив из продажи из рынка кубейскую компанию, деятельную компанию по производству бытового сырена. производства. Тем самым мы делаем вывод. Мы считаем, что приходит иностранных экологически чистых компаний вредит экономике страны, потому что оно вытесняет из рынка отечественные компании. «Нерв» приводит просто к конкуренции, а наоборот приводит к спаду. А наоборот приводит к спаду. Ну и что, как вы думаете, что это было? Опровержение. 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 Четко было видно, что это опровержение. Мы там максимально обречили нам задачу. Какой у вас сложился аргумент отрицания, контраргумент? Сложился? Сложился контраргумент? Нет? Нет? Разве подробности? Мы совмещаем. Подождите, подождите. А, то есть вы уже все нам представили? Две части? То есть получилось то, о чем мы говорили, да? Ботинки положили вместе с рубашками свой кейс, Две колонки. Не может быть никакого объединения. Отдельно контраргумент, отдельно опровержение. С чего начинает команда отрицания? С опровержения того, что услышала. Потом вводит свой аргумент. 60%, как мы говорили, примерно опровергаем, а потом свой контраргумент. Вот у вас вы 60% времени использовали, опровергли. Хорошо. Что дальше-то будете говорить? Свой кейс. Свои аргументы. Аргументы отрицания. Контраргументы. Есть? А, мы сейчас скажем, что что-то вы скажете. Хорошо, да, молодцы. Спасибо за опровержение. И спасибо за то, что мы сейчас имели возможность поберечь свои команды во время раундов от такой достаточно типичной распространенной ошибки, можно сказать, такого распространенного заблуждения, что если мы опровергли, то нам свой контраргумент не нужен. То есть тогда получится так, что судья, который записывает, он напишет, да, вот это они разбили, а здесь он поставит такой знак вопроса, а где свое, да? И помните эти наши карандаши? Да, вы здесь сняли, вот сюда там ничего не положили, да? То есть, да, вы сняли, а сюда не положили, и получается что? Да, фактически. Но не так. Что же действует, да? Действует, конечно. Вы сняли, но свое-то не добавили. Своё, значит, положили, поэтому, может быть, или равновесие, или наоборот, вы можете потерять это. В смысле того, насколько качественного сняли, да? Хорошо, ребят, теперь смотрите, вот сейчас вы строили опровержение, и это оказалось не очень просто. Мы хотим вам дать такую опору, как, какими способами можно лучше строить опровержение, более эффективно. Сейчас вы получите на команду такую раздаточку, которая называется «Способ опровержения». Нас будет интересовать вот эта первая часть. Мы специально отдаем вам это с собой, чтобы вы имели возможность еще вне мастерских с этим работать. И ваша задача сейчас будет усовершенствовать то опровержение, которое вы сделали уже на предыдущем этапе, отредактировать его, может быть, немножко, может быть, даже переделать его, если это понадобится, используя один из вот этих способов опровержения. Хорошо? Давайте сначала с ней познакомимся. Один на команду. Да? Давайте вы здесь передаете, вы туда передаете. В разной стороны. Один на команду. Так, давайте сначала, вот, у всех уже есть, ребят, один на команду, так, плотненько, в троечке, в пяте. Давайте озвучим сначала. Да, даже могу я вас попросить, начать читать. Постопровержение, отрицание, документы, документы отрицают, что и предлагают, что доходят в того, того, почему их слова не верят. Нет, это не так, потому что. Итак, смотрите, здесь речевая формула. Это прямое отрицание. Нет, это не так, потому что. Вот сейчас у нас было два примера по поводу опровержения конкуренции, роста конкуренции. Фактически использовали этот прием. Нет, это не приведет к росту конкуренции, потому что. Это было прямое отрицание. Это достаточно эффективный путь, но не единственный. И зависит от контекста, какой путь может быть более эффективный. Какие еще есть пути? Николь, пожалуйста, второй путь. Второй способ опровержения. Минемизация. Обоснованность. Чуть громче. Тренируемся перед правым галлером. Обоснованность. Обоснованность аргументов не отрицается, но значимость их для слушателя уменьшается. Да, мы согласны на это. Единичный случай. Судяя на ограниченный круг людей. Было дано отрицание. Ага, смотрите. Мы минимизируем то, что мы уменьшаем. То, что сказали оппоненты. Да, мы согласны, да, что в отдельных случаях это может способствовать росту конкуренции. Но это единственное случай, а в большинстве это приводит к совсем другим последствиям. Вот если брать конкретно наш пример, то эта формула речевая будет звучать примерно так. Хорошо. Это была минимизация. Мы преуменьшаем. Хорошо. Это можно третий способ прочитать. Перевес. С аргументного оппонента можно согласиться, но привести другие, выгодные для себя факты, опираясь на более важные для них. Это действительно так. Предприятие загрязняет воздух. Но оно единственное дает нашим гражданам рабочие места и возможность покормить свои семьи. Я думаю, что тут нужно уже не комментировать. То есть мы перевешиваем. Да, есть такое дело. Да, это так вот. Действительно. Но есть же более серьезные вещи. Мы так точно перевешиваем. Предъявляем судьям более серьезную вещь. И еще один способ. Да, все. Бумеран. Аргументы обращаются против тех, кто их высказал. Да, действительно, вовремя, правда, на новом году елки вырубаются. Но это не хорошо, поскольку они высаживались именно для этого. И эти бомбки освобождают место для него посуждения. Ну, это если дебатировать на тему, что празднует новый год, то лучше без нововольника, без живой елки. Это такой пример из этой тематики. Хорошо. Бумеран мы возвращаем. Да, это так, но по-другому совершенно интерпретируем то, что предложили, те факты, которые предложили оппоненты. Есть ли вопросы по этим четырем способам опровержения? Посмотрите, способ отрицания мы уже слышали. Попробуйте посмотреть. Может быть, вы уже интуитивно на какой-то способ вышли, когда вы делали сейчас опровержение. Посмотрите, можно ли сказать, что у вас уже каким-то способом сделано опровержение. Если нет, то отредактируйте его, чтобы вы попробовали вот именно конкретный способ из этих четырех. У вас есть сейчас три минуты на это. Добро пожаловать. Спасибо. 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 Уберите. Можно? Да, конечно. Давайте ваша группа. Что еще? Мы согласны с этим. С чем? Проговаривались полностью? Да, вот все вам просят. Хорошо. Значит, приход иностранных чистых компаний не приведет к повышению конкурентоспособности отечественных предприятий, так как это мнимая конкуренция, которую якобы пытаются создать оппоненты, будет неравной, поскольку наши отечественные компании и так уже находятся в неравном положении, потому что их продукция не является экологически чистой, и государство еще и будет поддерживать иностранные компании, и таким образом они будут находиться в более выгодном положении на нашем рынке по отношению к отечественным компаниям. И дальше. Что не является по себе планом, поскольку в отечественной компании будут снижать производство и сокращать обучение. И пошли по новому кругу. Вывод? Это плохо. Нет, мы считаем. Вывод, да? Вот именно поэтому. Это не приведет к росту конкуренции потому, что конкуренция будет не равной. Это не приведет к росту конкуренции, потому что конкуренция будет неравной. У вас это сочетается? Нет, это противоречит. Ну тут как-то нестыковка, по-моему, какая-то. А вот все. Потому что отечественные предприятия не смогут конкурировать с иностранными. Не уходи в сторону. Входишь в сторону. Это не приведет к росту конкуренции, потому что отечественные не будут конкурентоспособны. Спасибо. Какой вариант провяжения использовали? Какое? Какое? Это минимально. А что они здесь приуменьшили? Это отрицание. Это отрицание. Это отрицание. Это в вашей голове так сложилось. Своение. Потому что они четко это не проговорили. Может быть идея на эту тему была? Да, мы согласны. Да, из-за этого немножко народ запутался, да? Хорошо, спасибо. Еще варианты. Еще варианты. Пожалуйста. А, подождите, вы уже представлены. Давайте те, кто не представлены. Давайте активнее. Представляете? Да, пожалуйста. Переход иностранных экологических компаний на рынок может привести к экологическому росту страны. Мы согласны с этим отрицанием. Но мы считаем, что этот рост будет незначительным и большая часть прибыли будет уходить в мазеринскую компанию, той компанией, которая будет работать на нашем рынке. И поэтому этот рост будет незначительным и не окажется все-таки влияние на нашу экономику и, наоборот, повысит конкурентоспособность, повысит прибыли материнской компании. Или будет работать на экономику чужой страны. Спасибо. Какой был прием? Какой был прием? Вот здесь как раз минимизация была. Да, минимизация была. И она так чётко прозвучала. Единственное, что возникли вопросы по поводу того, что здесь рост конкуренции, а там проэкономность. Нет, просто на это могут ответить. Да, рост будет. Это лучше, если есть рост и чистая экология, а когда нет рост и грязная экология. Будет восстановление потом действовать, да? Хорошо, спасибо. Ваш вариант. Приход иностранных чистых компаний перейдёт к росту конкуренции. Да, мы согласны с тем, что наши оппоненты говорят, да? Да, мы согласны, что это возможно перейдёт к росту конкуренции, но практика показывает, что в основном конкуренции исчезают вообще. Потому что иностранные компании просто вытесняют отечественные компании за счёт своих масштабов и экологических чистых продукций. Таким образом, приход иностранных экологических компаний не приведёт к реальному росту конкуренции. Посмотрите, здесь хорошо можно было сказать, да, в теории, но на практике прозвучало слово практика, да? Хорошо. Что это было? Какой способ опровержения? Да, но... Да, но... Да, но... Не менее. Может быть, это был перевес, да? Перевес теории, да? Сравнивали, да? Перевес. Теория и практика. Так практика перевешивает, да? Да. И когда нам говорят об этом, да, то иностранных экологических компаний не приведёт к экономическому росту страны и увеличит неравную конкуренцию между иностранными экологическими предприятиями. То есть не приведёт к росту конкуренции, вы сказали? Нет, к экономическому росту страны и увеличит неравную конкуренцию. А только тогда увеличит. Да? Не увеличит. Не увеличит неравную конкуренцию. Ой, увеличит неравную конкуренцию. Ага. И потому что это как бы разный уровень технологий, и, как пример, приходит только новое иностранное общественное предприятие, не даёт работать с отечествами. И, таким образом, для меня иностранных частых компаний не приводит свои равные деньги. То есть вы всё-таки говорите, что вы соглашаетесь с тем, что конкуренция будет, но говорите о том, что она будет неравная, да? Ага. И у вас была идея, да, что конкуренция, да, мы соглашаемся, что она может тратить, но какая-то будет конкуренция, да? Вы использовали другой тайминг. То есть моральный аспект. Неравная конкуренция. Вот это, как вы считаете, какой пульс построения проведения? А? Что тут мы делаем, да? Как бы взвешиваем, да? Равенство, неравенство, честность, нечестность, да? Перемест, да? Это будет нечестно. Это лучше для вас, если это будет нечестно, да? Как бы такой вопрос у нас есть. Хорошо. Да. Ну, действительно, был такой проведения, там, для нижнего глаза какая-то, но для них это хорошо. Это была идея для проведения у них, да? Я согласна. У них пока не досянули там такого полновесного проведения. Ну, может, не хватило времени ещё пока, да? Ну, и пример, там, такой непримечный. Хорошо. Хорошо. Отлично. Есть вопросы? Можем передать дальше? Да. Можно мне что-то спросить? Не что-то, что-то конкретное. Давай. Вот. А это, получается, минимизация, если я говорю? Да мы согласны, что это экологически чистая компания, но экологически чистая – это его продукты, а не тот процесс, с помощью которого происходит этот продукт. Ну, мы не знаем, сколько вреда он наносит на окружающие сети. То есть, про технологию, да? То есть, продукция, экологически чистая. А сам процесс производства использует там технологии грязные, да? Например, очень много отходов, да? Как вы думаете? Это зависит от дефиниции. Вот. Да, отлично. То есть, как мы договорились сначала по дефинициям, да, тогда мы уже от этого будем отталкиваться. А тема, о чем иностранных экологически чистых компаниях в своем производстве или насколько они загрязняют окружающую систему? Ну, вот смотрите, если мы в дефинициях договорились, что экологически чистыми компаниями мы считаем те, которые и производство у них экологично, да, и там отходов нет, технологии такие, которые не вредят вообще, да, человеку и природе, и плюс продукция, которую они выпускают, тоже не вредит, да, то только тогда это экологически чистые. Если мы об этом так договорились, то это не будет иметь смысла. А взрослый говорит, ну чё ж вы, собственно, дефинициями, мы противоречили. А если мы не договорились? Вот поэтому нам договорится о дефинициях. Вот поэтому, да, вот очень хорошо, что возник этот вопрос. Замечательно. Я очень рада, что на мой вопрос, какие у вас вопросы, вопросы все-таки возникнут. Потому что вопросы – это очень важная часть, я бы даже сказала, на мой взгляд, решающая часть любой коммуникации. А мы с вами, помните, говорили, что аргументация, также как опровержение, так, коммуникативные процессы. Мы общаемся. И в дебатах вопрос играет огромную роль. В формате Карла Поппера у нас есть что? Специальные отдельные раунды. А? Да, в нашей стране. Это хорошо для народа или плохо? Ну, то есть, в принципе, от того, что это будет у продукции. Насколько наша продукция будет оборудически чистой, и её производство также будет оборудически чистой, то я считаю, что это хорошо и способствует росту здоровья организации. Вам можно? Вы сказали, смотря, что за продукт, то есть вы, ну, естественно, то есть у нас то, что вы не знаете, что это? Нет. Мы же поддерживаем это экологически чистые предприятия, которые также использовали экологически чистые способы производства. Да, да. А как вы думаете, это не поручает, да, действительному компанию? Это будет способствовать конкуренции. Это может оказать двояркий эффект на наш внутренний рынок. Конкуренция может удалить отечественные предприятия, она может способствовать их движениям более экологическим способом производства. Мы считаем, что если отечественные предприятия не захотят перестраиваться, то будет справедливо, если они хоть бы даже и сдохнут. Оу! Насколько область официально цены биоплодов? Потому что у нас есть пример из Дермании, где это деби-чикен, то есть его цена было всего на 40%. И не все, даже люди могут позволить себе такой, покупать эту проблему. Экологически чистые предприятия используют, потому что они вынуждены повышать цену, потому что производство более торговое. Но люди, которые могут себе это позволить, и которые осознают, насколько важен нашим влиянием эту сферу, будут тратить эти деньги те, кто не смогут, будут собрать более дешевые отечественные продукты, тем самым поддерживать наши последние. А Вы уверены, что эти иностранные предприятия будут помогать нашим отечественным? Нет, они не будут помогать нашим отечественным, они будут с ней прокурорировать. Как Вы считаете, каковы основные причины того, что иностранные компании размещают свое экологически чистые производство на территории другой страны? Здесь дешевле производится. Госпожа, например, у нас вот здесь вот... Вы сказали, что нам абсолютно не нужно наше производство. Не считаете ли Вы, что это будет, ну, урон вообще независимость, мы будем зависеть от другой страны, какой нужно будет государство? Какая постепенно существует? Нам нужно серьезно рассмотреть. Просто Вы так сказали, что вообще не будет без производства. Вы любите общество страны? Мы надеемся на то, что рост конкуренции поспособствует тому, чтобы наши отечественные предприятия тоже задумались, или нет новой технологии. А еще и про другие? Мы всегда можем уменьшить плоды для иностранных предприятий и убрать эту поддержку, если мы любим наши предприятия. Госпожа, примерно есть. Коллега, по фракции спросила вас абсолютно четко. Вы любите свою страну? Да, я люблю свою страну. Спасибо. Сколько вам хватит? Да. Забейте. После этого вопроса. Вы будете поддерживать государство, если Вы будете знать, что отечественные компании будут с конкуренцией? Поддерживать государство? Иностранные компании. Мы должны будем обсудить этот вопрос. Согласны ли Вы, что компании, соответствующие экологическим нормам, являются чистыми компаниями? То есть это чистыми? Ну, это определение. Если они соответствуют? Нет, если они соответствуют, являются ли они сами по себе. Они могут соответствовать, но вряд ли. Вероятно. Мы утвердим экспертную систему, чтобы поверить, что они не соответствуют. Стало 3 вопроса. Вы говорили, что Вы любите свою страну. Почему Вы не хотите поддерживать напрямую сразу же отечественные предприятия, а поддерживать за чем-то иностранное? Если Вы любите свою страну, зачем? Сейчас в отечественном доме имеют предприятия, которые соответствуют экологическим нормам, но в других средств заставить, если обмечать экологически чистые атмосферы, чтобы эти люди держат в чем-то. Кто из нас? Как считаете, один в экологическом поле боль? Один в экологическом поле боль, да? Если это крупная корпорация, то да. Это можно? Это можно? Да. Вы сказали, что можно в любой момент закрыть эту экологическую чистую компанию, а у Вас с ней не будет типа контрактов, например, трехкодный или четырехкодный? Мы не говорим, что мы будем ее закрывать. Мы говорим, что мы можем предложить им годы технологовые, но мы как же можем эти молодые годы отменить? Да, мне просто, когда Ирина это спросила, может это все сказать, тогда Вы сказали, что мы можем это в любой момент закрыть. Нет, я говорю, это молодые годы, когда они... Посмотрите, у нас сейчас раунд вопросов. Только вопрос. У нас сейчас была реплика. Делай из этого вопрос. Потому что сейчас можно только вопросы задавать. Делай вопрос из этого. Правильно ли я Вас понял? Вы сказали, что Вы закроете эту компанию, если и все. Пускай. Извините, я, наверное, не точно выразилась. Вы меня неправильно поняли. Я ввела за налоговую льготу. Можно я скажу по-новому? Есть тогда три последних вопроса и самый последний вопрос. Вы сказали налоговые льготы. А нельзя по этими налоговыми льготами поддержать очистительные компании, чтобы они в последствии смогли улучшить свои технологии вложениями по улучшению провода охраны. У нас и так уже довольно высокие квоты на использование экологически грязного производства, но тем не менее тысячные компании не хотят переходить на экологически чистое производство. Мы не можем их поддержать. Мы можем повысить налоги, которые они должны платить, если производство экологически грязное. Мы можем создать законы. Когда раунд вопросов, можно вопрос уже дать. Это, я думаю, от тренировочных раундов. Спасибо. Спасибо. И спасибо парламентарии. Вы были активны. Пример, место заболелось вас убеждать. Да, Анна. Это было сложно? Нет, потому что я не должна быть любителя фактов. Понимаете? Можно баловать любыми. Это будет сложнее, когда это нельзя будет сделать. Да. Но блестяще правда? Она справилась, быстро, реагировала и ни один вопрос не поставила. Так, скажите, пожалуйста, вот какие типы вопросов были использованы, если брать по форме, какие вы знаете типы вопросов, и вот из нашей такой, из нашей половины слушателей, слушателей, да, типы вопросов, какие бывают. По форме, по форме каких были типов? Были вопросы открытые, и были вопросы закрытые. Скажите, пожалуйста, тот вопрос, который я задала, какой он был? Закрытые. Почему? Потому что она должна быть, да или нет. Это открытые. То есть, закрытые вопросы, это какие? Поясните, для тех, кто еще не очень ориентируется. Это какие? Требующие, определенные ответы. Ну, исключительно, ну, количество такого. Хорошо, если я спрошу, кто взял Бастилию, какой-то вопрос? Так, закрытые. Мария Ивановна, я не брала. Это закрытые. Это закрытые. Это закрытые или открытые? Это закрытые. Это закрытые, встаете, как был Бастилию, и кто взял. Да, кто взял. Хорошо, скажите, если я спрошу, в каком году была французская революция, это какой вопрос? Открытые. А в каком году была? 1893, потом 1893. 1889. 1889, кто сказал 1889? О, молодцы. 1889. Итак, это какой тип вопросов? Закрытые. Закрытые. Абсолютно четкий, конкретный ответ. Конкретная дата, конкретную цифру вы спрашиваете. Сколько стоит? Да, скажите, сколько. И если, примерно, что будет делать в этой ситуации, если она не хочет сказать, что сколько? Скажет примерно. Ну, может, общую тебе слово. А вы будете наставить, да? Скажите, какую возможность дает нам, или надо сказать, да или нет. Вы согласны или нет? Вы патриот или нет? Вы патриот и начинается. Да или нет? Скажите, какую возможность дают нам закрытые вопросы в наших перекрестных раундах? Чем они хороши? Какие их преимущества? Закрытых вопросов. Если вы говорите, что вы патриот, то почему вы отказываетесь от поддержки отечественных компаний? Тогда уже сложнее будет выкрутиться. И получается уже цепочка. Хорошо. Какие еще преимущества закрытых вопросов? Вообще в общении и в дебагном общении в том числе. Ань? Мне кажется, можно понимать, что это на противоречие. То есть он может сказать одно, например, и скажем, если у него нет конкретного вопроса. То есть задать блок, да, и он задает блок, и он другие выкрутится. Ему будет другие выкрутиться, то есть он начнет топтаться на одном месте и будет видно. И будет видно, но потом, скажем, в следующем раунде тут может будет опять вынесет вопрос. Наш оппонент сказал, что он патриот. А могут ли патриоты поддерживать иностранные компании? Можно, мать, а? А на сцепь надо очень пользовать. Спасибо. Сложнее выкрутиться. Если задаем закрытые вопросы, скажите, а какой вопрос требует, ну и, соответственно, ответ на него требует больше и меньше времени? Ну, закрытые меньше. Закрытые, правда? Поэтому в условиях, да, нехватки времени, закрытые вопросы будут очень эффективны. Хорошо. Какие преимущества, ну, во-первых, какие черты, отличающие открытые вопросы от закрытых, сначала это сформулировать, а потом какие у них преимущества и недостатки, сильные и слабые стороны, да? Какие черты отличаются от открытых вопросов? На него можно дать больше, чем один ответ. Да. Много разных вариантов. Приведите пример. Как вы думаете, я могу говорить, что он думает, или может быть... Совершенно верно, да, да. И если тот же самый вопрос задать другому человеку, то может быть совершенно другое мнение, да? Хорошо. Еще. Еще. Что можете сказать про открытые вопросы? Какие преимущества? Какие преимущества? Открытые вопросы. Просто твой оппонент много говорит, и ты можешь проанимать его ненавистенность. Ну, если у вас, мы даем возможность представить больше информации, да? Открытые вопросы, это возможность собрать больше информации. Хорошо, еще. Если вы должны собрать больше информации, то можно в соответствии развить именно этот вопрос, можно... Опираясь на это большее количество информации, да? Его можно развить в основном. Хорошо. Вопрос не связан на прямой с дебатами, но связанный с вашим общением на форуме. Когда вы общаетесь с девушкой или с юношей и хотите продолжать дальше с ними встречаться, какие будут вопросы... Ну, беседа же, да, сноциализация. Какие будут вопросы задавать? Закрытые ли актеры? Приходят на консультацию, человек говорит, Говорит, вы знаете, Ирина, я вот тут вот с девушкой познакомился, а так готовился, там, ну, как вы говорили, там, беседу поддерживать, там, и сложно было общаться. Беседу поддерживать, приготовил там вопросы заранее, да? А девушка, потом, когда я ее второй раз пригласил, она уже не пришла. Почему? Какие вопросы вы задавали? Сплошные, закрытые вопросы. Где ты живешь? Там-то. Тебе сколько лет? Там-то. Тебе как нравится? Да. Ты туда ходила? Нет. Девушка такая... Ехак надо просит, да? То есть, ну, наверное, если мы хотим закрыть общение, то нам достаточно закрытых ответил, пошел, да? То есть, времени нет. Если мы хотим продолжать общение, то лучше какие вопросы? Открытые. Открытые. Можно и закрытые тоже, но их должно быть немного, да? А что еще позволяют открытые вопросы в общении показать? Когда вас спрашивают, а как вы думаете, как вы думаете, как вы думаете? Вопросы начинали со слов, правильно ли я понял, не могли бы вы уточнить, а можете ли вы привести примеры того, что... Какой это тип вопросов? Как их называют? Не по форме. Правильно ли я понял? Какая цель этого вопроса? Уточнить. Уточнить. Тешенно верно, да? То есть, еще один тип вопросов, который очень хорошо используют в дебатах. Это разная классификация, по разным критериям. Уточняющие вопросы. А еще, ты психологическое воздействие говоришь, что я тебя слушал, хорошо, и он уже к тебе... Да. Вот когда... Хорошее настроение уже. И если вы задаете уточняющий вопрос, да, то вы тем самым и судим показываете, что вы слышали. Не просто слушали, но и слышали оппонентов, да? И скажите, зачем вот в раунде перекрестных вопросов могут использоваться уточняющие вопросы? С какими целями? С какими целями? Чтобы узнать слабые стороны. А как ты так узнаешь? Как? Вот смотрите, был вопрос, да, Рабли, по-моему, задавал вопрос. Правильно ли я вас понял, что вы утверждаете то-то, то-то? Да? Она говорит, нет, неправильно. Так? Вот такой, да, ответ. Нет, я совсем другую хотела сказать. А вот если бы этот вопрос не прозвучал после речи первого спикера, да, и второй спикер, какую ошибку мог бы допустить тогда? Он мог бы начать про это тем вроде. Он мог бы построить опровержение совершенно на другом. Поэтому если мы хотим потом опровергнуть то, что сказали, то мы... И нам это не очень понятно, что они там сгабулировали. Мы в раунде вопросов это уточняем, чтобы потом качественно опровергнуть. Вот это важно, да? То есть не чего-то там опровергать, что у нас в голове там, что нам приснилось, да? А именно опровергать то, что сказал оппонент. Это качественное опровержение. И для этого мы уточняем, если нам что-то непонятно. Мы тут никого не ловим, ничего, мы действительно хотим точно понять, чего они хотели донести, чтобы потом их точно опровергнуть. Отлично. Ну, мы уже тут специалисты, и можем двигаться дальше в своем исследовании того, какие бывают вопросы, и в своей подготовке к раунду перекрестных вопросов. Спасибо. Для того, чтобы вам было легче проводить раунд перекрестных вопросов, для них вообще в жизни это вам поможет, не в случае вы играете в дебаты, или вообще общаетесь с девушкой или с парнем, которая вам нравится. Мы подготовили вам отдельную систему вопросов. Давайте делать так. Одна раз заточка на каждую команду. Мы даем вам две минутки, в течение двух минут изучаете, просто понимаете, потом мы формируем вам новое задание. Хорошо? Серьезно, понятно? Да. Прочитали, да? Да. Хорошо. Давайте еще раз пройдемся. Ну, начиная с этой стороны. Просто зачитаем. Первый тип. Хорошо, для того, чтобы мы, если вдруг возникли какие-либо вопросы, чтобы мы еще раз все обсудили. Пожалуйста. Вопросы на получение знаний, информации. Вопросительные слова. Что такое, где, когда, что именно, сколько, какие примеры. Пример, что такое экологически вредный производство. Все понятно пойдем? Хорошо, давай следующий. Вопросы на понимание информации. Вопросительные слова. Как передать другими словами? Как вы понимаете? Как другими словами присутить? Пример, как вы понимаете, что такое государственная подлежность? Да. Если вы хотите добиться от своего оппонента, если вы хотите услышать от своего оппонента его понимание чего-либо, вы задаете. Что такое конкурентство по вашему? Да? Так далее. Понятно, понятно. Да? Давайте дальше. Хорошо. Вопрос на пользу возможности, возможности использования привязывания информации. Развитие на СОО с помощью которых применение. В каких еще ситуациях можно применить, кто может использовать, чем может быть полезно, что может привязывать. И, например, чем компания может быть полезна государственная поддержка. Если вы хотите добиться того, чтобы ваш собеседник вам дал больше информации. Чем, как, что. Хорошо, дальше. Вопрос на ворялость. Какие основные элементы? Из чего состоит? Какой группы относится? Каковы причины? Как устроены? Каковы функции? В чем скорость? В реликобритании? Каковы причины, по которым государство должно поддерживать иностранную компанию? Смотрите, анализ это что такое? Это разделение на части. То есть мы выделяем какие-то отдельные части. А синтез это объединение. То есть, например, а из этой темы что-то объединяем с этой. Это как обычно? Все понятно по этому поводу. То есть мы спрашиваем составные части чего-либо. Из чего состоит, как вы думаете? Как вы думаете, какие признаки хорошей конкуренции? Человек должен перечислить. Понятно. Хорошо, давайте дальше. Вопрос на синтез. О чем говорит наличие таких элементов как? Как связаны? В чем связь между? Что общего между? Какой вывод можно сделать из фактов? А результаты почему? Почему вы так думаете? Почему вы так считаете? Как связаны между собой экология и экономика? В отличие от анализа, синтез это противоположный процесс. Когда мы из разных вещей, из частных вещей, собираем общие что-то. Понятно, да? И мы в данный момент этот тип вопросов используем для того, чтобы узнать какие-либо, может быть, связи, что-то общее между различными элементами. Все ли понятно по этому? Друзья, если что-то непонятно, спрашивают. Потому что сейчас будем заниматься по этой системе. Дальше. Вопрос на отсек. Хорошо или плохо? Какие преимущества или недостатки? Правильно ли или ошибочно? Эффективно или неэффективно? Согласны ли вы, что, почему? Верно ли, что, почему? И, привет, какие преимущества имеет экологически ориентированная экономика? Кто мне скажет, для чего используется такой тип вопросов? Чтобы оценить позицию правилоправления. Чтобы от него дать экзакравленные оценки, да? Он должен сказать, как он оценится, как он относится к определенному обсужданию по возле, к предмету, явлению, несут в теме. Лучше, хуже, эффективнее, неэффективнее, важнее, не важнее, да? Честнее, нечестнее. Дальше. Все? 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 Хорошо. Тогда ждание сегодняшнего дня. В течение, пожалуйста, ну, ну, скажем, 5 минут, не просто, достаточно. В течение 5 минут запахло айфон время. В течение 5 минут, пожалуйста, по теме номер 1, которая заключается в ситуации, и вызова, и так далее. Пожалуйста, составьте вопросы по каждому типу, по каждому типу. в течение 5 минут. Сколько у вас будет вопрос? 6. 6. Это бедик. Можно один-то больше. 6. Это бедик. Работаем следующим образом, начиная с этой команды, пожалуйста, по одному вопросу, от каждого типа, вы наставляете первый тип, второй тип, третий тип, когда доходит до вас, начиная с этой команды, или если поможем, хорошо? Называйте тип с вопроса, когда вы приводите свой пример. Вопросы на получение знаний, как именно государству будет помогать иностранным компаниям? Еще раз, по-короче. Как именно государству будет помогать иностранным компаниям? Ребят, сейчас задача у нас банк вопросов, ну и ответов возможно, тоже так, да, наработать по этой теме. Поэтому, вот если у вас, например, такого же вопроса не было, вы бы себе фиксируете, он вам пригодится. А, да? А, просто на понимание не надо. Нет, давайте следующий вопрос. Получить по одному. Второй день. Какие примеры экологических чисток компаний могут быть на одной продукции, которые используются большим способом? Еще раз. Какие примеры экологических чисток компаний можно назвать, которые сегодня используются большим способом? Правильно. Вы просто-напросто выясняете условия сообщения. Что для него является? Тихо. Не знаю, ты его молча. Я думаю, он очень хорошо. Что для него является, это логически, честно говоря, его понимать. Так, нет. Хорошо, дальше. Читайте. Третий тип. Незавременно. Что случится с приходом иностранных компаний? На 10 минут. На 10 часов. Какой это? Третий. Как он называется? Вопросы на поиск возможностей использования и применения информации. Ага. Что случится? Да, потом, если они ответят, можно уже интерпретировать вопрос. Так продолжу. Хорошо, спасибо. Дальше. Вопрос на анализ. Как устроена государственная поддержка? Да. По-русски, не знаю, стилистический грамотно звучит, да? Как лучше сказать даже. Сейчас. Как устроено это, из каких... Ну да, то есть, ну, как... Из каких элементов. Да, из чего. Вы не это хотите получить на выходе? Да. Когда вы составляете вопрос, вы сначала подумаете, какой ответ вы хотите услышать. И не дает ли ваша формулировка вопроса возможности человеку ответить по-другому? Да? Спасибо. Дальше. Хорошо. Вопросы на синтез. В чем иностранные компании будут полезны нашему государству? Ну, что с чем вы тут объединяете? Почему это на синтез? А, потому что мы объединяем... Ну, синтез объединения, что объединяет? Можно сказать, полезные экономические, полезные... Вышествие иностранные компании пользуются, да? Угу. Да. Спасибо. Вопросы на сцене, кофигинной и Whomaloo им addressingació с LoL vamp Irish health. ...�инь оптимировавший компактов. Молодцы. Хорошо. «Да». Тогда вы декут самого feeding. — Может с первого, может с третьего. Вопросы по отлучению зданий. Какие примеры государственной поддержки вы можете привести там? Какие примеры? Нет, конечно. Нет, да, нет, да. 안. Надо пожаловать на шкаф Playlist too, что estás мне, друг fashioned, понимая, что ты.. Какая цель вопроса на получение информации, что вы хотите от собеседника? Какой ответ вы хотите, если вы задаете вопрос о получении информации? Какую-то совершенно конкретную информацию. Вот и задайте вопрос, чтобы он не смог ответить ничего другого. Придумайте сначала, какую конкретную информацию вы от него хотите получить по этой теме и сформулируйте вопрос. Помогите, давайте свой вариант на получение информации. В чем заключается? Хорошо, я скажу вам много. Я корректно отвечаю. В чем именно? Вот если я вам скажу, что именно, я не смогу сказать вам много. Или я скажу, но это будет видно, что я некорректно отвечаю. Еще. Какое экологическое вредное производство находится на территории нашей страны? Отлично. Отлично. А еще, Аня, можно сделать этот вопрос еще более точнее, более конкретно. Какое экологически вредное производство находится на территории нашей страны? Я скажу, ну вот есть такое, такое и такое. А вы хотите, чтобы я назвала что-то одно конкретное? Как сузить вопрос? Самое. Самое это будет на оценку. Это я буду это оценивать. Самое или не самое? Это зовут, у которой я хочу. И то, которое она хочет. Ну, если я хочу сузить конкретное, то сузить область. Сказать, что там что-то взлетит воздух, например, больше всего в нашей стране. Ну, машины. Да, отлично. Вот я отвечаю. Машины, заводы, пароходы, люди. Ну, какое химическое производство находится в городе Друзский, Минкар? Вопрос на получение информации. Тут уж ничего не придумаешь. Надо ответить, какое, если оно тут есть. Да? Ага. Да, Саша, был вариант? Ну, да, самый конкретный вопрос. Существует ли завод-автовазов, надвижняющий экологию в нашей стране? Нет, его нет, это под дом. Отлично. Нет, это тоже шеврога. Ну что, как вы себя чувствуете по поводу вопросов-то? Папа. Тут свежий ветерок подует. Сейчас этот свежий ветерок подует на погоду и спас. У нас есть два участника. Между ними должен быть диалог. Диалог – это когда люди слышат друг друга, да, они разговаривают друг с другом. Но разговаривать можно только вопросами. То есть вот вы услышали вопрос, и вам нужно ответить, но вы не имеете права использовать утвердительное предложение. Вы отвечаете и стараетесь отвечать, ну, по сути, в связи с тем вопросом, который вы услышали. Но можете использовать для этого только вопросы. За что служат штрафные очки? За отход от темы. То есть это должно быть в рамках определенной темы, сейчас мы договоримся. Второе – штрафное. Ну, если вы вместо вопросов используете, будет утвердительное предложение. И третий вариант заработать штрафное очко, если вы все время задаете один и тот же тип вопросов. Вы сейчас уже знаете про открытые, знаете про уточняющие, знаете про вопросы, там, леча информация на анализ, на все это и так далее. В общем, у вас уже масса разных типов вопросов есть в голове. Старайтесь использовать разные. Если вы несколько раз подряд задаете вопросы нам этого же типа, то это тоже все равно ищите. Скрестим в шпаке, вопросные поединки, приглашаю до первого слайдинга. Двух человек. Ну, не старайтесь или... Ну, надо просто сесть здесь. Надо просто сесть. Так, хорошо. А, я вот туда пересяду. Итак, у вас есть ровно две минуты. Мы ничего не начались, потому что мы не договорились про тему. Ну, собственно, тема у нас одна. Это тема номер один. В рамках этой темы у вас сейчас диалог. Используйте только вопросы. Старайтесь использовать вопросы разных типов. Если ваш вопрос не связан с тем, что говорит собеседник, то это штрафное очко. Учтите, у вас должен быть диалог, а не просто один говорит свои вопросы, другой говорит свои вопросы. Это диалог. Две минуты они начинаются прямо сейчас. Я сегодня тебе на кардиллаке. Скажите, что вы из экологически чистых средств и продукции используете? Смотря что считать экологически чистой... Это штрафное очко, это было утвердительное предложение. Начинаем дальше, Александр. Вопрос. Считаете ли вы нашу страну страной третьего мира? Он сейчас задал просто вопрос. У него уже есть одно штрафное. Вам нужно отвечать. А, конечно. Вопросом. Саша, мы ему покажем. Считаете ли вы нашу страну страной третьего мира? А вы думаете, в современном мире можно точно определить, что такая страна третьего мира? А вы думаете, что в современном мире существуют страны не третьего мира? А вы думаете, это очень важно для обсуждения экологически чистых средств? Сравните эффективность экологически чистых средств и продуктов. А сравнение или как? Тогда надо... Сравните эффективность. Это не вопрос, это утвердительное предложение. Можно сказать... Можете ли вы сравнить эффективность экологически чистых предприятий в условиях страны третьего мира и в условиях страны разных? Отлично. Может, я делаю штрафное. Можете ли вы сравнивать? А вы хотели бы, чтобы какие неравные вещи были поставлены на один уровень, и не возьмите ли вы конкурировать? И это две минуты. Аплодисменты. Как ощущения? Легко, сложно? Сложно. А, давайте. Кто сделает еще? Еще пойдем успеем. Такая уникальная возможность. Когда вы еще будете на вопросах поединка? И когда? Где будете, конечно, сцепреть ко мне? Сидим или сюда на форум, или на дебатные турниры одесские, подетик на сурланом. Начинаем? Начинаем. Тема. А тема, что тоже тема, что мы радио. Тема. Вы готовы к этой теме? Гардические продукты для вас, это важно? А как вы считаете, разведка не может быть важна для каждого? Не закрываем. А почему государство не должно поддерживать отечественные продукты? Стоп, 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 это штрафное очко. А я говорю, а почему нельзя поддерживать? А какой был ответ у Иракия? У меня. А как вы думаете, разве не для каждого человека экологически чистые продукты важны? А я говорю, а почему государство не должно поддерживать? У него ничего не было права в поддержку. Это ваш собственный какой-то вопрос там оттуда. А он сказал только, разве вы не считаете, что это для всех важно, да? А, надо на его вопрос. Конечно.